Я приветствую всех, что сегодня находятся в этом зале. Надеюсь, мы с вами здесь не зря собрались в очередной раз. Просто опять я хотел бы сказать, то, что мы встречаемся, это встречи с читателями. Поэтому это не какая-то конкретная лекция, призначена какой-то тематики и так далее. Задача на встрече с читателем. Вот сейчас вопрос, ведь уже кто-то прислал, кто не смог приехать. Я отвечаю на эти вопросы. Плюс, когда по мере поступления вопросов в зал, я буду отвечать именно на вопросы из зала. Поэтому здесь, если кто-то уже присутствовал, может какие-то вопросы повторяются. Но в силу того, что очень много новых людей, нужно именно освещать те вопросы, которые повторялись тоже. Поэтому кому-то, может, не совсем будет интересно слушать очередной раз одно и то же. А думаю, я стараюсь каждый раз один и тот же материал излагать под разным ракурсом, чтобы показывать другую грань того же самого вопроса. Поэтому наша тема – это встреча, ответ вопроса. Это не конкретная лекция по какой-то конкретной тематике, чтобы все присущи мне четкое понимание. И не ожидали, что я буду развивать какую-то тему целиком от начала до конца. Когда будут такие лекции, это будут соответствующие сообщения на моем сайте и через секретариат об этом. А пока у нас с вами идет в режиме встреча с читателем. Ну, как вижу, что действительно, вот наезжая, я вам сказала, что из более 30 городов издали, даже приехали на эту встречу. Это очень радует, что люди всякие резонируют. То, что я пишу в книгах, значит, все-таки не зря это делается. Люди реагируют таким образом и находят время и приехать издалека. И тоже, что могу сказать, что тоже уже некоторый плюс такой получился, метка, юбилей своеобразный. Уже в этом месяце, хотя еще месяц не закончилось, еще до конца, еще 8 дней осталось, скачано уже более миллиона книг с сайтов, с двух сайтов, где стоят счетчики. Это уже кое-что. Так что это вам похлопает, потому что не я скачиваю, а вы скачиваете. Так что я благодарен, что это говорит о том, что действительно люди резонируют с материалом, и где это действительно важно и нужно. И поэтому, так сказать, как еще раз повторюсь, что значит, то, что я пишу, действительно нужно. И думаю, самое главное, что нужно не мне, а именно людям. Потому что одно дело, когда это нужно кому-то, в частности мне, если бы это было, это одно. А когда это нужно людям, то вот это самое главное. Для меня лично самое главное, когда то, что я делаю, это действительно полезно людям. И люди, когда пишут, не все, но кто пишет, по крайней мере, на сайт письма, говорят, что молодые ребята пишут, что они, наконец, обрели смысл жизни и так далее, что интерес к знаниям появился, интерес появился изучать все и так далее, и так далее. Вот это, я считаю, тоже очень здорово, потому что невежество, которым пытаются навязать, создать, вот и в России тоже, в России было всегда очень мощное, сильное образование, то сейчас делают все возможное, чтобы это образование превратить в нонсенс. Ну, это, наверное, многие из вас уже знают, и без меня, но, тем не менее, если позволять этому продолжаться так же, когда идет сейчас, то, в принципе, все будут невежественны. А это выгодно кому? Тем же самым, как я говорю, социальным паразитам, потому что людьми невежественными очень легко управлять. Я помню, кто-то мне сказал или что-то, когда интервью было в программе «Время», и одна старушка, значит, говорит, вот, Гайдар такой вумный, такой вумный, я ни одного слова не поняла, о чем он говорит. Понимаете? То есть, какой образ создается в народе, что если человек говорит, и ни одного слова не понятно, значит, очень умный. А если бы сказать, что если перевести те слова, которые старушка не понимает, в простые русские слова, то она поняла, что он говорит полнейший нонсенс, абсурд. Там нечем, за этим ничего не стоит. Но, как раз, спрятано за красивыми словами, непонятными словами, некрасивыми, некоторые, конечно, красивые тоже, но непонятные, допустим, словами, то человек, о, вот это, значит, ученый человек, о, это умный человек. А на самом деле, за этим ничего не стоит. Так вот, мы не должны доходить до такого абсурда, и много что делали. По крайней мере, действительно, сейчас время таково, что нужно действовать. И действовать активно, потому что завтра уже будет поздно. Не потому что я так сказал, вот я пришел к вам и сказал, вот я считаю, что нужно действовать именно сейчас. Но то, что творится вокруг планеты, с экологической ситуацией, наверное, вам, без меня известно хорошо, так. Но, допустим, вот тоже, я уже на предыдущей встрече говорил, что сейчас американцы навязывают всему миру генномодифицированные продукты, то исследования, действительно, независимые ученые, которые набрали смелости идти против монополии, мафии, показывают, что третье поколение, употребляющее продукты генномодифицированные, становится стерильным, полностью стерильным. То есть, если говорить, что, допустим, в Европе и в России навяжутся генномодифицированные продукты, то внуки и правнуки уже будут стерильны, то есть вымирание полностью, генетическое оружие. А преподносится как спасение всего мира от голода, которого никогда нет, искусственно создается. Разрушается сельское хозяйство, разные способы. В России вы сами знаете, как разрушается сельское хозяйство, вам не нужно объяснять. В Европе они делают по-другому, допустим, стоят, конечно, не сами американцы, за ними стоит мировое правительство, вы понимаете. Используют разные новейшие разработки. Некоторые из них, между прочим, позаимствовали из России, потому что, допустим, материалистское оружие, которое используется, станции стоят на Аляске, Гренландии и нескольких других. Мало кто знает, это Советского Союза разработки, которые разработчики притащили туда, и они создали там эти установки, которые, используя спутники, влияют на верхние слои атмосферы, создавая, так называемые, ионные линзы. Это долго разговор, сейчас, наверное, не столь интересно вам, но линзы, понятно всем, но ионные линзы. В результате чего? При необходимости могут выжить любую территорию, когда нужно. То есть создается на территории ионная линза, и территория выжигается, солнце просто становится очень активным, а зонный слой там становится маленьким, искусственная зонная дыра, и выжигается все к чертям. Для чего? Потому что Европа пока еще брыкается, чтобы Америка навязала геномоэффицированные продукты, а Европа пока брыкается, потому что у них своя сельская хозяйка крепкая, и продукты действительно здоровые, качественные. Химия есть, но это все-таки не геномоэффицированный продукт. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, видите, здесь не обязательно, чтобы бомбы падали, чтобы глотки пролезали, чтобы, так сказать, уничтожение шло. Уничтожение может идти весьма тихо и мирно. То есть человек кушает, как говорится, мясо там, овощ, фрукт, и через два поколения уже все вымирают. И вроде и голода нет, и человек сытый, и вроде все прекрасно, замечательно. Но устраивает кому-то сидящий в зале здесь такое будущее сытное. Есть кто, скажет, вот я поем это и буду сытным. Кто-то хочет, скажите, кто согласен с такой сытностью. Есть такие? Поднимите руки, если кто-то желает так. Когда голод уже вот так. Захотел бы кто-то. Ну почему-то странно, никто не хочет сытым быть. Вот продукты и все есть. Никто не хочет. Правильно. Потому что нормальный человек не захочет, чтобы его дети и внуки превратились в стерилии и вымерли. Народ вымерл в нации. Вот это нам подсовывает наши друзья мировой правительства. Потому что Россию боятся, как огня. Шарахаются, все обеды сваливают на нее. Что они натворят, что все России виноваты. Хотя виновата чаще всего не она, а наоборот жертва. Но как жертва нас почему-то никто не рассматривает. Вы знаете, вот я знаю, что прожил 15 лет в Америке. Ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил, как много пострадал русский народ от коммунистической системы. Как кто угодно страдали, понимаете, от коммунизма. Но чтобы ни разу не слышал ни в одном средстве массовой информации, ни в газетных журналах, ни в выступлениях, ни в телевидении, ни в радио. Нигде никто не заявил, что больше всего от коммунистической системы, то же самое в Советском Союзе, пострадал именно русский народ по численности и пропорциях. Больше всего жертв гражданскому, Второму мировому войну и Первому мировому системе. Опять-таки русский народ и другие народы тоже пропорционально, они меньше участвовали в этих делах. К сожалению для них, а может к радости для них. Но в этом дело в том, что ни разу не слышал, а во всех русский коммунизм. Я всегда говорил, знаете, если бы я, допустим, я про национальность русский, если бы я русский, и, допустим, я захватил власть, да, почему я должен вырезать свой народ? Я бы вырезал все другие, если бы пошло, если бы логическая мысль, правильно? Если бы я вырезаю свой собственный народ, значит я сумасшедший. Потому что во всех странах, если бы кто захватывал власть, как это каста, они начинают вырезать всех других, но не себя. Они всегда защищали своих, а вырезали других. Их, почитайте всю историю, она на этом стоит. То есть захват, вырезание проигрыванного, а выигрыши вырезает всех остальных. И так далее, и так далее. Но факты говорят то, что действительно в последние 20-е столетие это было столетие бедствия. Вот недавно прочитал данные, и кто-то не сказал, потому что, знаете, информация всегда, не всегда вспоминаешь, откуда она села. К примеру, на момент начала 20-го века, перед Первой мировой войной, в России было 130 миллионов жителей. В Китае было 100 миллионов жителей. 100 миллионов. То есть если бы не было войны и так далее, в России было 500-600, может больше, миллионов жителей. Сколько мы сейчас имеем в России? Секока, знаете, да? А сколько в Китае? Скоро 2 миллиарда будет, да? Вот посмотрите, четко видно. И так не только касается Китая и России. Так можно просмотреть по любую страну. Что такой же прогресс, только европейские народы, тоже самое, похоже, вымирают. Белую расу навязали идеологию, при которой происходит постепенное вымирание. Только белой расе, заметьте. Почему демократия так активно навязывается только белой расе? Смотрите, ни в Китае не навязывалась демократия, ни в Африке особо не навязывалась, ни в Южной Америке и так далее. Почему? Потому что под видом демократии, я бы назвал псевдодемократии, вносятся специальные институты, которые полностью рассуждают морали, семью, нравственность. Вам не нужно это объяснять, наверное, да? Так все понятно. Что, какие параметры. И в результате чего уже ценности семейные, так сказать, полностью никуда не нужны, и тому подобное, и тому подобное. Понимаете? В результате чего люди уже вырастают, эгоисты с детского времен, что им плевать на всех и вся, только свои собственные интересы и так далее. И такой человек не может быть нормально взаимодействовать ни с кем другим, кроме с самим собой. Это как нарциссы. Вот я надеюсь, все-таки, наш народ и народы России, потому что мы традиционно сколько уже тысячелетий, все вместе, и всегда, только благодаря тому, что вместе, народы и русский народ, как основной, национально образующий народ, и другие вместе выжили и продолжаем выживать. Так вот, благодаря тому, что у нас был определенный, знаете, русский дух, как говорится, да? Вот действительно, вот я недавно получил письмо, один парень живет и работал в Англии, и он сказал, вот когда я прожил много в Англии, я понял, что мы резко отличаемся от всех остальных. Поэтому, когда кто-то иностранцы говорят, о, русская душа, это загадочная русская душа, значит, есть что-то, то, чего нет у многих остальных. Так вот, вот это то, что мы отличаемся, сейчас пытается уничтожить, чтобы ее души русские, ну, и в общем, русский дух, это не только к русским относится, понимаете? Это мировоззрение, это жизневосприятие всего и вся. Так вот, это специально пытается уничтожить. Наша задача с вами, мне кажется, не допустить. Это книга своих, это пытается делать. Что еще хотел сказать по этому поводу? Вот иногда, вот знаете, что недавно вышла на сайте выставлена моя новая книга, сказ о Ясном Соколе, прошлом и настоящем, и, в принципе, поступают некоторые письма и так далее, что типа, ну, и интересно, и так далее, но единственное, что хочу сказать, вот один читатель мне прислал письмо, вот вы ошибаетесь, вот железные сапоги, это не образ дальнего расстояния, это магнитные ботинки, которые пользуются астронавтами. И что железный хлеб, это не образ, опять-таки, дальнего расстояния, а это в тюбиках еда, как наши космонавты используют. Понимаете? Я понимаю, почему у человека возникает такая ассоциация. Человек проецирует привычный понятие. Ну, во-первых, железные ботинки используют только в фантастических фильмах, я показываю, что наши даже космонавты этим не пользуются. Как вы знаете, они в космических станциях, они летают, даже парят в невесомости, то есть они не сидят прицеплены к земле, к полу металлическими ботинками. Так что это только фантасты показывали, что металлические ботинки и так далее, и фантасты показывали так, опять-таки, они проецируют свое собственное понимание того, что должно быть. Вот летит корабль, и вот такие-таки вещи. Но, опять-таки, как можно проецировать что-то, если вы даже не знаете о том, что вы говорите? Вот корабли, которые проходят с пространства скоростью больше, чем скоростью света, они, во-первых, сворачивают пространство вокруг себя. И поэтому внутри них существует искусственная гравитация, которая не нужна никакие ботинки, чтобы и так далее, и так далее. И к тому же тюбики для еды, во-первых, вы тогда написали бы не хлеб, а тюбики, правильно? Это, опять-таки, почему думают, что цивилизации, которые владеют техникой, воногу рост выше, должны использовать такие же примитивные способы, которые сегодняшняя космонавтика используется сейчас. Если бы эта космонавтика уже достигла высоких результатов, хотя бы к соседней планете долетела бы, к Марсу еще не долетела позиция, никогда еще не высаживали люди на это, то тогда можно было бы сказать, вот, мы достигли чего-то. А на самом деле еще далеко-далеко. Но вот это проецирование привычных представлений, которые для нас привычны, на то, что нам совершенно неизвестно, это большая ошибка. Понимаете, это не только связано с железными сапогами, там, железными хлебами, это связано с многими вещами, потому что нельзя проецировать на качественное новое явление то, что связано с совершенно другими явлениями. К примеру, чтобы было понятно, вот вы идете по твердой земле, и перед вами плоскость воды. Она тоже плоскость, правильно? Так же, как, допустим, пол здесь ровненький, гладенький и тому подобное. Вы проецируете, что если плоская, вы видите плоскость, ну, как-то не шевелится, не движется, значит, эта твердая поверхность может встать и пойти. Много у кого получалось пройтись по воде? Не очень много. Правильно? Вот пример такой простой на обыденном уровне, проецирование, что вот если плоскость есть, по которой можно ступить, значит, по ней можно идти. Не получается. Понимаете? Вот это простой пример, как нельзя проецировать, даже на таких вот, в таких маленьких пределах различий, нельзя проецировать привычные понятия на совершенно другие. Но, что еще хотел сказать, чтобы перейти к ответам на вопросы. Здесь тоже письма пишут, допустим, что вот, типа, как вот, типа, насчет, потому что в некоторых главах, допустим, откровения, которые Светлана, моя жена, пишет, там она пишет и о тамплиерах, и так далее, и катарах, и в частности вопрос спрашивают, что вот как же так, что же, где же правда тамплиеры, типа это организаторы масонов, тому подобное, тому подобное. Понимаете? Вот что интересно, вот как раз вопрос хороший, почему? Потому что можно на этом показать, насколько все извращено извращено и поднесено шиворот на выворот. Это то, что я называл в своей книге «Кукушкин эффект». То есть берут какое-то явление и извращают полностью на шиворот на выворот и преподносят так, как им нужно. Потому что, во-первых, масоны, это для русского языка звучит как-то понятно, а на самом деле мейсон по-английски значит строитель, каменщик. То есть строительный. То есть мейсон строительный, это улица строителей. Сколько таких масонских улиц у нас в России? Как вы думаете? А то, что люди невежественно используют, невежественно используют людей, потому что не дают полную информацию. К примеру, если говорить о масонах, то изначально масонам пошло из понятия каменщиков, которые строили храм Соломона. Понимаете, да? И вот это были тайные знания, которые вот каменщики, посуду пошли, типа масоны. Это вопрос, какое отношение тамплиеры имеют строительство храма Соломона, которое, конечно, никогда не строилось в том плане, как говорится. Понимаете? То есть это совершенно две разные организации. Краста, тамплиеры, это первая система, противостоящая, которая пыталась простоять социальные паразиты в те времена. Что они пытались сделать тогда? Ну, если кто читал «Россия и Крым», помните, что я описывал, что социальные паразиты постепенно накапывали капитал, чтобы когда социальный организм достигнет определенного уровня развития, чтобы использовать, захватить мир, власть, ну, то, что мы видим сейчас, контрольными финансами. Так вот, тамплиеры, зная эту задачу, пытались им создать контрсистему. Они пытались создать свою, противец социальных паразитов, создать свою, как говорится, финансовую систему, независимую от этого, чтобы иметь возможность противостоять. и тамплиеры создали банки, это они создали, а потом их позаимствовали, естественно, понимаете, кто, и стали своей же системой паразиты. И вот, когда их уничтожили полностью, и никакого отношения, тамплиеры, никаким масонам не имеют. Поэтому, более подробно, конечно, это будет расписано в деталях, когда дойдет время до этого, но в том, что, как вот подменяют. Вот кто уже читал, кое-что уже затрагнул в своих работах по поводу Христа, и то, что Светлана пишет тоже по поводу Христа. Посмотрите, какие отличия от реальной собой и то, что изложено в Евангелии к тому подобному, что изложено во всех этих книжках. Они же близко не стали к тому, что на самом деле было. Вот это опять-таки примеры кукушкиной эффекта, когда берут какое-то явление, которое им мешает, подменяет суть и выдают совершенно по другому ракурсу, как выгодна для того или иной цели. К примеру, кто читал последнюю книжку насчет сказок, я специально привел, привел там вот в сказках Баба Яга, ну помните, да? Как до сих пор в сказках Баба Яга, то сказать, пожирает детей и тому подобное. А на самом деле еще полторы-две тысячи лет назад, даже тысячи лет назад, наши предки совершенно другое понимание имели этому явлению. И Баба Ягой не пугали те, а наоборот, всегда старались детей сирот, пока здесь живут дети сироты. Ну, кто читал, тот поймет, что я говорю. Понимаете, вот смотрите, как пытаются подменить, вот подмену, подметку делают. Одно явление заменяет другим противоположным по сути, если это мешает паразитическим целям. И проблема в том, что в те времена была действительно весьма ограниченность для получения информации. Чем мы сейчас имеем преимущество перед теми временами, когда болванить людей было очень просто. Сейчас тоже болванят. И гораздо сильнее, чем раньше. Но созданные социальными паразитами не только средства массовой информации, сейчас интернет и не только, позволяют не только болванить, но и позволяют, наоборот, освобождать лжи, которые... То есть, смотрите, то, что я сказал, если заблокировать те же самые книги в публикациях в обычных изданиях, почти их нет, мало, моих книг, по крайней мере, то через интернет уже скачано более миллиона книг. Вот оружие врагов использует против них. Вот таким образом можно врагов победить используя по врачу их оружие против них самих. Вот. Так что в наших вопросах здесь очень много моментов, которые действительно... Вот смотрите, праздники проходят, христианские кавычки, да? Ведь они все, вот если кто-то захочет задаться целью, сядет и посмотрит в ведические праздники, то оказывается, что все христианские праздники почему-то накладываются стопроцентно на все ведийские праздники. Только им дают день такого-то святого, день такого-то святого, день такого-то святого. Но это же было десятки тысяч лет до того, как эти святые появились, в кавычках, понимаете? Значит, это просто на, опять-таки, тот же самый эффект кукушки. Берут традиционно принятые и сидящие уже на уровне генетики у народов праздники, им дают свой соус, окраски дают, как им нужно, и выдают, что это праздник относится именно, допустим, христианству или другого религии. А на самом деле это ведийский праздник, которому многие тысячи лет. Понимаете, вот нам нужно, по крайней мере, человек, я считаю так, моя позиция, человек имеет право верить во все, что он желает, это его личное право. То, что человек не имеет права навязывать силой другому свои позиции. А что мы видим, религии делают? Вроде бы говорят о любви, а с этой любви перерезали миллионы глоток у людей. Разве это любовь религии несет, да? Вот что почитаете дальше, Катаров, как раз интересно, потому что Катаров Светлана как раз более подробно пишет, и так далее, было вырезано около трех миллионов человек, младенцев всех, чтобы никого не осталось, кто бы мог рассказать правду. А потом появились общества Катаров, которые ничего общего к Катарам не имеют, понимаете, да? Совершенно другую информацию несут, и суть другой. Потому что они очень боятся правды. Потому что, если бы Катары тогда развились, то есть это учение света, то, что Радамир нес, вот Катары это продолжают через Мария Геннадьевна и их последовательно они продолжают нести. Вот следующая глава, которая будет, там много будет интересного по этому поводу, потому что мы пишем в нескольких разных вещах, но в любом случае они так или иначе пересекаются. Почитайте, будет у него опыт. Но суть в том, что ситуация такова, что сейчас действительно уже нет времени никому не из нас сидеть и ждать в море погоды. В частности, пока есть возможность не на ответить эти вопросы, с вчерашнего дня выставлена статья новая налог на недвижимость, рабство для народа, где вот я излагаю свое понятие того, что это, к чему это приведет, потому что с 2011 года планируется ввести налог на недвижимость по рыночной стоимости от ОНИ, за 1% рыночной стоимости недвижимости каждый год. Это приведет к полному рабству всех и вся, потому что большинство работающих не смогут это осилить, и они окажутся безжеляя и в полном рабстве. Вот что означает налог на недвижимость. Потому что многие люди, опять-таки, им бросаются фразы, которые стоят, какие-то понятия, которые многие сложно осмысливать, потому что они не знакомы с представлением и понятиями. А если расписать простым языком, что на самом деле означает то или иное положение и так далее, то становится предельно ясно, что налог на недвижимость в любой форме, во-первых, это антиконституционность согласно статье 35 Российской Федерации, потому что если вы платите за то, что является частной собственностью, значит, это не ваша частная собственность, правильно? Понятие частной собственности, значит, я владею, значит, кроме меня никому не принадлежит, правильно? Вот я купил бутылку воды, но это не я купил, в данном случае для образа, я ее купил, заплатил денег за нее, значит, уже никто не может прийти и сказать, что ты выпил воду, заплати за нее еще, вот абсурдно звучит, да? Ну, а почему же? Какой же абсурд? Ну, это норма, да? И каждый год платил, за каждую, эту бутылочку выпил, да? И каждый год вы платите 1% стоимостью бутылочки. Сколько воды там заплатили? Вы смеетесь, да? А это и есть тот же самый закон о недвижимости. Потому что, если вы заплатили все, например, вот я привожу в статье, чтобы средняя стоимость в Москве недвижимости порядка 400 тысяч долларов за квартиру, ну, средняя, так? Вот, скажите, кто сможет сидящий в зале платить за такую квартиру, ну, 130 тысяч рублей в год только налог на недвижимость, каждый год? Поднимите руки, многие могут заплатить 100 тысяч дополнительно к тому, что вы платите сейчас? Ну, конечно, есть свои предприятия, ну, бизнес вот, но если человек работает, если он получает зарплату, невозможно. Это, разумеется, на то же самое, опять-таки, вот купили бутылочку, опять-таки, воды, почему такой пример хороший получился, вы ее выпили или держите в руке, и он скажет, а вот ты держишь, вот купил бутылочку, вот плати сегодня, завтра, послезавтра, и до конца своей жизни, и твои дети будут платить до конца своей жизни. Вот, что означает налог на недвижимость, потому что, если частная собственность, вы купили это, заплатили то, что вы заработали своим горбом, заработали деньги, получили деньги, обменяли, эквивалент своего труда на воду, эквивалент чуть другого труда, и это стало ваше, вы можете выпить это, вылить, выбросить и так далее, это ваше право, потому что это принадлежит вам. А тут говорят, а вы за это должны платить. Дело в том, что якобы, опять-таки, проецируют, вот, в демократических странах это существует. Вот могу сказать, насчет других стран не знаю, но в Штатах я прожил, скорее всего, тут это и пошло. Вы знаете, каким образом появился, во-первых, в Штатах налог на недвижение, тоже не конституционный, антиконституционный. А знаете, когда появился он? Очень просто. В свое время, ну, кто помнит, там, вот, фильмы, Дикий Запад, и так далее, где там стреляли, право налево, каждого, кто хотел, не хотел. Было такое время, и вот, часть людей, которые были более состоятельные, брали, скидывались, денежки, ну, как кто мог, чтобы нанять частную охрану, типа, шерифов, слышали, такое понятие, шериф, да? Вот, они нанимали шерифов и охрану, которая защищала их, бандитов. Вот, каждый из них сбрасывал, там, сколько много. правительство увидело такое дело, не проводя через Сенат, когда это не сделало законом, сделало это обязательным, не только кто хочет, а для всех платить налог с недвижимостью в казну штата, и вот якобы штат теперь будет вас защищать. Извините, а для чего государство существует, для того, чтобы не защищать, и так налоги платят. Так вот, этот налог антиконституционный и в штатах, между прочим. Так вот, как я привел в статье, в штатах 90% населения живут в долг, и 70% населения никогда с этими долгами не рассчитается. То есть, их дети получат, дети, кто умрет, получат долги своих родителей, и так далее, и так далее. 70%. Вы хотите такого? Нет. И налог на недвижимость, по крайней мере, большая, так сказать, века для того, чтобы поработить народ. Поэтому, я это заложу в статье, и там уже создан специальный сайт, нет налогом, и где собирается голос, а уже вчерашний день идет голосование. Поэтому, кто не хочет, чтобы превратиться в раба, и платить за бутылочку каждый раз, вновь и вновь, а раз выпитую воды, ну, образ такой. Так что, предлагаю противоставать, потому что, если действительно, мы с вами все скажем нет, то, так сказать, тогда нет будет возможности этот закон провести. Потому что, государство должно собирать налоги, но там, где есть прибыль, вот зарабатывать деньги на чем-то, да, действительно, государство имеет право получить свою долю в этом. И это все закономерно нормально. Но когда вы, заплатив все налоги, купили себе жилье, это, извините, никто не должен за это брать. Иначе это не частная собственность, иначе это не принадлежит вам, а принадлежит кому? Государству. А если принадлежит государству, то тогда не нужно платить всю стоимость, а мы будем платить 1% в год рыночной стоимости. И не нужно платить всю стоимость. Или так, или так. Если, скажете, это частная собственность, должно быть как частная собственность. Если это государственная собственность, значит, как государственная, мы платим аренду. Вот так и так. Так что, предлагаю вам присоединиться к акции против такого принятия, такого закона. Но теперь перейдем к вопросам, которые прислали. Здесь вопрос спрашивают о телегоне, отпечатках, которые оставляют при интимной близности мужчины и женщины побольше. Но в любом случае, что могу сказать, если говорить прямо, когда в традициях было соблюдение нравственной чистоты людей, и когда люди общались на духовном уровне, то есть влюблялись в человека, а не в самку или самца, правильно? То отношения у людей были совершенно другие. И плюс, когда действительно возникали браки, рождались дети, дети были здоровые. Но давайте, чтобы не говорить голословно, посмотрим, что происходит в принципе во всем мире. В Америке сексуальная революция прошла в 70-х годах, в Европе чуть позже она тоже прошла. И что мы наблюдаем? Что дети, которые рождаются у детей сексуальной революции, уже рождаются все безумно больные. То есть ни одного практически здорового ребенка нет. Казалось бы, условия для жизни лучше, нет гигиенических условий хороших, то есть вода, газ, все, потому что для цивилизации все вроде есть, вроде причин для болезни вроде нет. А дети уже рождаются очень больными с первых дней своей жизни. И не только в Америке, и в Европе то же самое. Вопрос в чем? Ну, несколько причин, не только, как говорится, вот такие моменты, но то, что вот навязывается всему миру сейчас социальный паразит, именно сексуальная распущенность, направлено к тому, что вот типа вот сексуальных партнеров может быть сколько угодно и тому подобное, чем больше, чем лучше и тому подобное, к чему это приводит? Действительно, что факты говорят о том, что женщина собирает на себе отпечатки всех ее партнеров, включая генетические и психологические нарушения. Ну, подумайте, если дальше не нужно продолжать, да? Представьте, что к чему получается. И когда ребенок рождается, он получает от матери букет всего и вся, ее веселой жизни. Ведь не случайно в нашей предке, когда, если женщина решила вести определенный образ жизни, ей никто не запрещал, ну, ей давали специальные травы, она становилась стерильной. И уже детей ей иметь не разрешалось, только до того как. Почему? Потому что страдает ребенок. Так вот, стоит ли нам, и хорошо, сексуальная свобода навязана, кто-то стал счастлив от такой сексуальной свободы, ни одного человека не слышал. Наоборот, только поломанные души и тому подобное. Люди ни во что не верят, ни к чему не хотят стремиться. И это результат сексуальной свободы. И это страдает и психика людей, и их здоровье, и здоровье их детей тоже. Поэтому, конечно, это нужно гораздо больше, но, к сожалению, у нас времени нет, чтобы расписывать все детально. Следующий вопрос. Ну, здесь опять вопрос такого странного, ну, не странного, уже сколько раз поднимали. Вопрос насчет 2012 года, крайняя дата в календаре индейцев. Метеорит или экзимный? Какой метеорит? Их много летит всегда. То, что там, мы уже говорили, что там, по-моему, немезиды или, как говорится, небуру и тому подобное, это, к сожалению, понимаете, шум поднимает. Нет фактов, если приближается, хотя бы покажите реальные снимки современного этого объекта. Нет их, потому что то, о чем говорит, это планета смерть или планета Х, должна была пройти в 2003 году. Тогда об этом очень сильно молчали, потому что ничего сделать не могли. Очень сильно молчали, хотя все телескопы всего мира, так сказать, регистрировали и так далее, и так далее. И не только приближение. Само приближение нейтронной звезды, это мертвой звезды, второго Солнца нашего, которое было, вторая звезда из Солнечной системы, приводило к тому, что активность Солнечная росла, я уже говорил об этом не раз, и именно за возмущение гравитационного. И ожидалось, так сказать, взрыв или супернового, или мини-нового Солнца, то есть до того, как еще приблизится планета смерти или планета Х. Но тогда они молчали об этом, а сейчас вдруг вытащили. Но это у них хороший трюк, чтобы потом сказать, а вот мы, так сказать, убрали то, чего никогда не было. Вот следующий вопрос. А календарь майя, это заканчивается цикл, потому что они строили календарь по эрам. И календарь майя строился по признакам тех же самых славянских ветвьев, потому что именно наши предки им принесли эти знания. Вот Россия Крымская глава после второго тома, я об этом писал, что они именно использовали календарь и много приняли календарь именно антов, которые пришли туда и принесли с собой все эти представления. А в 2012 году просто заканчивается очередной цикл жизни. У наших предков цикл жизни был 144 года. И вот календари строились тоже еще не только по этим эрам, но еще по циклам жизни. Так что в 2012 году строили календарь, заканчивается очередной цикл жизни. А потом начинается другая эра. Вот и все. В 2000 году, помните, сколько было шума, что в 2000 году будет конец света наступать? Помните, да? Наступил конец света. То есть он не наступает, не наступает, не наступает, не наступает. И вот надвигает, надвигает. Все придумывают новые и новые дурости, чтобы дурить людей и заставать их делать то, что нужно кому-то. Ну здесь вот тоже вопрос опять-таки о телегоне, очистить. Ну, как раз попало близко, хорошо. Можно очистить, и кто желает, в конце очистим. Здесь, ну, спрашивается вопрос уже, типа, более, только специфически, наверное, не будет интересно спрашивать насчет устойчивых элементов, в зависимости от положения. Это не столько интересно для всех. Здесь вопрос не непонятный. Не могу ли выразить ваше мнение о широко распространяющем мире в школе дальнейшего энергоинформационного развития? Александр Перебогов, ну, в принципе, я не знаком с этим явлением, поэтому комментировать пока не могу. Вот такой вопрос появился. Давайте, чтобы не обидно было сейчас еще в зале, будем мешать. Один вопрос отсюда, один вопрос отсюда, чтобы быстрее шло. Ну, здесь спрашивают, извините, с продуктами. Сказал, как перейти на меньшее потребление продукты, при этом чувствовать себя, выполнять определенную работу. Ведь есть еще санксоеды. Ну, во-первых, в двух словах санксоеды, большинство из них вампиры, просто высасывают энергию из других людей, поэтому это не лучший выход из положения. А те, кто действительно могут получать напрямую насыщение потенциалом, минуя пищей, такие тоже люди есть, но это связано определенными генетическими комбинациями. У кого оно появилось, оно появилось, а у кого нет, то приходится кушать, как обычно. А что было действительно, вопрос, как поменьше есть, ну, в принципе, понимаете, здесь, если вы будете кушать качественные продукты, хорошие продукты, действительно, не пищевой мусор, типа Макдональдс и так далее, понимаете, да, то если вы качественные продукты питания кушаете, то у вас потребность в пище гораздо меньше. Поэтому если вы будете это делать, то потребность будет меньше. Плюс я всегда советую, когда человек ест, всегда слушать свой организм. Вот организм хочет что-то, это значит, ему нужно, и нужно ему дать то, что он просит, а не совать то, что хочется. Там, как залить нужно это делать, и всовывать. Помните, где щука, она пищит, она не сует. Так вот такой вариант не нужен. Оптимальный вариант не диеты, а слушание своего собственного организма, потому что организм всегда говорит, чего не хватает для нормального функционирования. Если вы будете предоставить, то организм будет существовать оптимально. А количество пищи зависит еще от типов обмена веществ. Есть люди, у которых очень высокие обменные процессы, и они сжигают очень многое быстро, и поэтому им нужно есть гораздо больше, не потому что они обжоры и так далее, а потому что у них такой метаболизм. А другим людям нужно гораздо меньше, и не едят меньше или не нужно. Вот в зависимости от того, если у вас нормальный обмен веществ, то можно снизить пищу, потому что многие люди едят из-за нервного стресса. Стресс человек сует что-то в рот себе, чтобы успокоиться. Поэтому если такой стресс есть, лучше всего выпить воды, потому что вода... Почему у человека возникает желание есть? Стресс вызывает раздражение слизистой кишечника и желудка, вырабатывается желудочный сок, и начинает стимулировать ощущение голода, так сказать, что нужно дать пищу, чтобы переварить. То есть чаще всего чувство голода возникает в результате большого стресса или хронического стресса. Поэтому значит, что вам всегда нужно сставать еду, чтобы носить желудок, не значит. А вот если вы пьете воду, то вода все смывает, и нет необходимости много есть. Вот это, наверное, один из простых вариантов, как можно уменьшить пищу потребления. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, можно ли снять кодирование, допустим, Библии и так далее. Можно, но если бы принесли бы, держали в руках, я бы снял. А самому человеку можно попытаться, но опять-таки для этого нужно правильно понимать, что и как делать. Если вы не будете понимать, как это делать, то, к сожалению, это сделать не получится. Просто поймите иногда, что возникает, опять-таки, внесение, какие-то ассоциации, не правильно. Вот некоторые люди видят, что провел руку, взял книжку, провел руку вот так вот, да? Ну и думают, а я тоже могу провести рукой? Конечно, можно. Но вопрос, получили то же самое? Наверное, не всегда. Почему? Потому что, когда я провожу рукой, не просто провожу рукой, я при этом сканирую, анализирую и уничтожаю программы. Это не видно ничего этого. А видно только движение руки. И человек думает, о, я махну рукой, проведу руку, и то же самое получится. Может быть, когда у вас от природы заложен такой дар, что вы это можете сделать, это получится, да. Но в большинстве случаев, даже имея дар, человек должен понимать, что и как делать, потому что, если это заложено программой на других уровнях, если вы ее не знаете, как она создана, кем создана, не важно, кем создана, как создана, какие принципы использовали, то это наносит, что сунуть руку в реку, где опираний. Получится часто, некоторые, когда попадали в ситуацию, вмешивались в ситуации, в которых они не были готовы. Поймите следующее, если вы вклинитесь к действию, допустим, то же самое, ну это магия, в принципе, так, в любом случае, и вы не готовы, и не знаете, вы думаете, что те, кто создавал, те системы, которые создавали, они будут ждать, о, вы еще не готовы, пожалуйста, вернитесь, когда подрастете, мы вас подождем, когда придете, мы тогда подождем, когда вы сможете сражаться. Поверьте, если вы вклинитесь в какую-то систему, в которой вы не готовы, то эта система не будет ждать, она будет уничтожать вас, или уничтожить, или превратить своих маринеток. Так что нужно быть очень-очень осторожным, потому что в свое время, в 90-е годы, когда я проводил свои семинары и лекции, семинары активные, такие вот, школы, так сказать, короткие, как я понял, сейчас недостаточные, и мозги перестраивал людей, тестировал людей, отбирал людей, которые, так сказать, реагируют хорошо, тестировал людей, и для того, чтобы быстрее проводить работу, потому что, когда ты работаешь с десятками людьми, нет возможности ковыряться, скажем, человеку по два часа, понимаете, бесконечно будет. Поэтому для простоты я задавал задачу, что, когда я запускаю процесс, и когда этот процесс завершается, человек увидит, допустим, цвет зеленый, там, красный, оранжевый, желтый, и тогда, полностью по спектру, и когда я работаю, раз-раз, о, видите, да, бум, радугу увидел, прекрасно, значит, раз, завершено, о, человек начинает видеть сквозь стены, внутренний и так далее. Кто-то, видя, что я спрашиваю, видите, зеленый цвет, видите, там красный, оранжевый, желтый и так далее, запомнили, что я говорил это, подумали, что вот мы скажем, только увидите цвет, а человек может, если человек может увидеть какой-то цвет, который даже создать можно, он увидит этот цвет. и некоторые таким образом пытались перестраивать мозги и очень много наломали дров и другим, и себе, потом мне на некоторых людей пришлось вытаскивать из такой ситуации, который смог найти меня, а многие не нашли. Понимаете, нельзя проецировать, нельзя вклиниться в процессы, которые вы не понимаете, нужно сейчас разобраться, а потом действовать, потому что может быть проблема. Следующий вопрос. Спрашивают, вы говорите, что на контакте людей обманывают сущности, а вот вас сами разве не обманут, чем докажете? Ну, во-первых, я контактов не держу, ни на меня никто не выходит, это просто здорово. Я получаю информацию сам, а не получаю от кого-то. Поэтому сканирую, и в результате сканирования получаются информации, а не то, что кто-то подходит, приходит и мне что-то рассказывает. Никто ничего не рассказывает. Поэтому почитайте внимательно мою автобиографию, я об этом говорю. И как раз-то те сущности, которые не являются паразитическими, они как раз никогда ничего не дадут. Не потому, что они жадные, а потому, что необходимо, чтобы человек понимал сам, что к чему приходит, а если ему скажут 2х24, он может повторить, но не значит, что он понимает, почему 2х24. А сколько будет 2х3, он скажет тоже 4, потому что ему не сказали, что 2х3 уже будет 5. Понимаете? Поэтому в таких вариантах 2х24 это еще понятно, проблем никаких нет. Кроме как вы можете потерять свои карманы, если вам всегда давать 4, вместо того, что вы зарабатываете, 2х24 буду давать. и сказали, то вы же знаете, дважды на 4 знаете, вот все, на 4 получаете. Так вот, в тех вариантах, если вы не понимаете, не знаете что-то и влазите, то будет проблема очень серьезная, в первую очередь для вас самих. Поэтому могу сказать, я не получаю информации от кого-либо. А то многих это интересовало, что кто-то стоит и мне передает информацию. И даже если какое-то общение есть, информацию можно сканировать. Опять-таки, почитайте мои книги, там более подробно написано. Просто, извините, если человек входит в процессы, в систему, в которую он не разбирается и проецирует свои представления, вот обычные, на совершенно другие качества и свойства, то он получается, пока что он не понимает, опять-таки, более-менее подробно уже расписывал это в своей автобиографии, кто хочет почитать, потому что другим это может неинтересно быть. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, не можете прокомментировать трагедию на Сайно-Шушенской электростанции, что это теракт и халатность. Это 100% не теракт, насколько я знаю, а просто-напросто и не халатность, а безответственность тех людей, которые стали собственными, как в кавычках, захватили собственность и владеют электростанцией, и износ полностью оборудования, которым им сообщали уже неоднократно, что оборудование полностью изношено, оно стоит с 70-го года, на Сайно-Шушенской лес, к примеру, так, уже изношено, требуется замена, требуется ремонт, по крайней капитане, или замена, она более совершенная, а им плевать на это, им нужно выжать как можно больше денежек, чтобы поменьше заплатить, потому что, понимаете, для того, чтобы заменить, нужно деньги вкладывать, покупать новое оборудование, останавливать потери и так далее, а зачем, если можно быдло, и, как они говорят, все равно стоимо, вот и получаются такие, понимаете, о каком я говорю, Чубайси, это он владеет этим, и, насколько я знаю, ему неоднократно сообщали о том, что оборудование полностью изношено, вот это результат, если будет продолжать делать, потому что на других электростанциях Гидроксона такая же ситуация, если он продолжать будет так же, просто обворовывать народ, в принципе, и электростанции, это же не он строил, не ему принадлежат, ну, не нужно объяснять, вы сами понимаете, как он стал владельцем их, он продолжать будет просто эксплуатировать их, не ремонтируя, не восстанавливая, не заменяя разрушенные, изношенные генераторы, турбины, то будет то же самое, что там было, это не то, не одно, и то мне в этот день позвонили, тоже рано утром, когда это случилось, что от всех краев, с Алтайского края, сначала на ежьяк, но потом меня попросили, чтобы, если можно, чтобы не допустить, чтобы что-то было дальше серьезно, но ради кое-что удалось, надеюсь, и мой вклад помог, чтобы не произошло более серьезное происшествие, а всему вина, жадность паразитов, в двух словах, вот, следующий вопрос. Вот здесь вопрос, как можно из Камчатки, как ставить защиту с помощью от паразитов и так далее, ну, здесь вопрос, второй вопрос, который вы задали здесь, это, сказать, в Камчатке человек, вы, крае, подойдете, когда мы все это обсудим, так вот, но защита, наверное, будет интересна для всех, в принципе, конечно, защиту тоже нужно понимать, как, но даже, если вы ничего не понимаете об этом, а только достаточно каждому из вас, и не только, любому человеку, просто-напросто сосредоточиться, концентрируйтесь и представьте, что вокруг вас, оно и так существует, постоянно, но из-за того, что вы это не знаете, существование, оно может ослабевать, прожревы быть и так далее, и настроиться, что вокруг вас кокон, который, кажется, охватывается полностью с головой и ногами, полностью, кстати, вокруг всего, и вы задаете задачу, мысленно программируете, что ничего хорошего, без моего-то согласия меня не покидает, и ничего плохого не проникает извне, вот такая программа, это вы начинаете потихонечку учиться управлять своими собственными возможностями на самом простом уровне, да, может, и не защитить от всего и вся, но в любом случае это будет гораздо лучше, чем вообще ничего, и если вы будете повторять это как можно чаще, то это будет уже вырабатываться как условный рефлекс, плюс, когда вы оказываетесь в местах, где много людей, естественно, люди, не то, что они плохие, хорошие, разные бывают люди, влияют друг на друга, и чтобы поменьше чувствовать влияние друг на друга, потому что люди, когда скапливаются в одном месте, они всегда влияют на друга и нарушают балансы, и человек, обычно, очень сильно устает, потому что затрачиваем много сил на то, чтобы удерживать свою синхронность всех систем, работающих как положено, то когда вы оказываете такие ситуации, просто увеличиваете толщину мысленно, представьте, что вокруг вас более плотно, когда вы один дома, вам не нужно держать броню такой толщины, вы убираете ее до такой величины, мысленно, и это, конечно, может не лишить всего, но очень многое вам поможет, вы будете чувствовать себя гораздо лучше, более комфортабельно в любых ситуациях. Так, следующее. Здесь спрашиваются о клинической смерти, переходящей в кому, и почему, что происходит, но, наверное, это многим немножко интересно, я немножко объясню. Дело в том, что если человек в состоянии клинической смерти вышел и не может сразу вернуться в сознание и находится в коме, это говорит, у него частично поврежден мозг. То есть, когда человек уже в клинической смерти, нейрон начинает погибать первым, но это все знают. И если все-таки довольно-таки долго человек находится в клинической смерти и его все-таки возвращают, то большая и меньшая часть нейронов погибла, и в зависимости от того, в каком месте какие нейроны погибли, то в одном случае человек просто возвращается в сознание, а в другом случае находится в коме и постепенно может выйти из комы, когда другие нейроны вместо погибших переймут функции тех, которые погибли. И тогда человек может выйти из комы. Ему можно помочь, но опять-таки нужно знать и понимать, что к чему. В любом случае это состояние связано с повреждением мозга. Ну, спрашивают, что такое северное сияние, как оно влияет на людей, для чего и почему происходит это явление. Ну, северное сияние связано с тем, что толщина атмосферы на Северном полюсе наиболее тонкая, потому что, если вы знаете, что наша земля все-таки не шар, а своеобразная груша, Северный полюс у нас выгнал сюда, а вот где Южный полюс у нас прогиб какой-то груши, такой же прогиб примерно есть. В силуэте вот такой формы атмосфера на Северном полюсе очень получается утонченная. И в результате этого она оказывается под мощным воздействием жесткого космического излучения. И вот северное сияние это как раз и есть результат того, что по приемным углом, когда земля движется, разворачивается, она же движется вокруг, Солнца. Выпадает в одном стороне и в той стороне возникает зависимый угол. Получается, что вот сияние это связано с тем, что возникает разрушение, определенное разрушение атомов атмосферы, верхних слоев атмосферы. И вот свечение связано именно с тем, что какие атомы и сколько разрушаются, ну, в принципе, в двух словах если объяснить так. Это связано с действием жесткого сминислучения, которое бьет по верхней части северной полюсной атмосферы и проявляется в виде свечения. А что такое свечение? Это излучение, то есть атом полощает одно излучение, а излучает другое, то есть приход качественной изменения, вот и все. То есть это явление очень природное, на нас влияет в любом случае отрицательно, потому что это вызывает дополнительные магнитные всплески и так далее. То есть любое магнитное поле для человека отрицательно. И это очень легко понять, почему, потому что в наших клетках двигаются ионы. И когда присутствует магнитное поле, допустим, постоянное магнитное поле Земли, мы к нему уже привыкли, адаптировались, и поэтому влияние, хоть и отрицательное, но уже стационарное и адаптированное организм к этому. А любые флуктуации магнитного поля приводят, что заряженные частицы по две семена начинают двигаться не так, как они должны были двигаться, и тем самым приводят к нарушению обменных процессов. Вот и все. Если говорить в двух словах. Следующий вопрос. Ну, если по поводу опять сущей разум диапазонной уменности, это я посмотрю, это не касается общего интереса, я посмотрю, если там неправильно перенесен и так далее. Возможно, вечная физическая жизнь человека в физическом теле. Ну, теоретически возможно, но для чего? Есть люди, которые живут больше тысячи лет, и я таких знаю, но у них-то есть смысл, цель жизни в принципе определенной. И в принципе, я бы, честно говоря, не хотел бы жить тысячу лет и больше. Честно говоря, мне достаточно вот своей жизни, которую я здесь проживу. Вопрос, для чего? Понимаете, допустим, теоретически бессмертие возможно и действительно возможно добиться того, что организм человека может существовать вечным, потому что возраст клеток у человеческого организма не превышает 15 лет. Никогда не превышал, потому что цикл замены идет. Каждые 15 лет все клетки обновлены полностью. Но вопрос, для чего? Если человек, для чего человеку нужна вечная жизнь? Для того, чтобы есть, пить и жить такой обычный образ жизни. Я понимаю, что если человек ставится целью достичь чего-то высокого, духовного, там еще, я понимаю, человек стремится к чему-то. А если человек стремится просто существовать, а не жить, творить, отдавать другим, то такая жизнь вечная не нужна, я считаю. Если только для существования. Хочу просто существовать вечно, и все. Я бы мог бы оправдать вечную жизнь, если человек своей жизнью творит и отдает другим, не себе. В таком случае действительно оправдан, что этот человек существует дольше, чем другие, потому что он отдает другим то, что другие дать не могут. А в основном случае я считаю это бессмыслицей. Следующий вопрос. Здесь спрашивают насчет Сергея Родонежского, Иоанна Кронштадтского и так далее. Знали правду о Иисусе или о религии, о неверном это счастливении. Конечно, знали. Во-первых, Сергей Родонежский сам был волх и очень высокого посвящения. И многие из них тоже. Просто, понимаете, в определенных условиях, когда черные силы, скопаразиты торжествовали, то, естественно, многие люди вынуждены были идти в систему такую, чтобы, допустим, по крайней мере, о Сергею Родонежском это можно точно сказать, для того, чтобы не допустить худшего варианта. Не допустить, а именно изменить направленность. И ему это удалось сделать, потому что он использовал христианство, которые хотели навязать России, Руси точнее, для того, чтобы уничтожить ее дух. Он погнутал, что наоборот, это пошло на возрождение духа России, правильно, Руси. Хотя, опять-таки, он вынужден был действовать в тех ситуациях, которые было возможно. Он не мог говорить, потому что, если кто-то заявлял, ну, примерно хорошо, ну, Мария Магдалина, которой глотку перерезали, и потом ее дочери шею свернули, и потом охотились на всех оставшихся потомков, это говорит о чем? Потому что они говорили то, что действительно правду говорили. А вы понимаете, что паразитам, правда, совершенно невыгодно. Поэтому они, так сказать, будут делать все, чтобы добиться того, чтобы исключить это. Поэтому в многих случаях те, кто понимали, что ситуация, ну, сложилась в лучшем случае, они шли и делали то, что могли, помогали не допустить критической ситуации, чтобы избежать критической ситуации, не допустить какие-то критические явления. Вот и все. Поэтому в данном варианте нужно учитывать, что люди действовали в таких условиях, которые они должны были учитывать ситуацию, потому что контроль в те времена был очень жуткий. Кто мог понимать, вырезали, вы помните, так сказать, это не мои данные, это данные, я использую из других статей, насчет того, что после крещения 70% населения было вырезано, чтобы окрестить в греческой религии, то еще христианства не было, при Владимире окрестить так называемый, 70% уничтожали все взрослые люди, которые понимали, что оставались только дети и уже дети перевоспитывались в другом варианте. И то не смогли ничего сделать в полной смысле слова. Поэтому здесь нужно всегда учитывать, что представьте себе, что можно считать, что не все, но по крайней мере серый и ранежский это как разведчики, которые засылаются в тыл врага, чтобы минимизировать вред от действий врагов. Вот такими они были. По крайней мере, опять-таки, Фомин Кеносовский в своей книге приводит, это впервые я встретил, где приводит икону серии Родионерского, где Мамаевская побоище Куликовская битва, не Мамаевская, Куликовская битва изображена, извините, полностью, и Мамаева тоже, Куликовская битва, и там показано на этой иконе, что это сражались русские с русским, то есть тяги и с той, и с другой стороны одинаковые, и люди одинаковые, это просто две системы сражались, сражались ведической системой против христианской системы, и все. А ведь нам как преподносили, что это нашествие татар было, которых никогда не было в природе, просто того, как называются татары, это финно-угорские племена. И это, говорю, не я, можете меня послать подальше, потому что я могу сказать все, что он ему сказал, это говорит генетика, опять-таки замалчит об этом, изучение генетики так называемой, кажется, астраханских татар показало, что 98% генетика это финно-угорская генетика, и только два примеси, два процента примеси тюркской. Так вот, скажите, может, два процента примеси принципиально влиять на 98%? Конечно, нет. Так что те же самые, кого называются татарами, дурят направо и налево, потому что они относятся к славяно-арийским народам, так же, как и русский народ, а те же их натравляют друг на друга. Вот и пожалуйста. Вот это письмо, это, наверное, потом отдельно прочитаю. Так. Ну, здесь спрашивают, если, например, действующую схему генератора ТЭСа выложить в интернет, пускай ли сами этим занимаетесь государством, да лампочки, оно даже против. А я думаю, мудрецы найдутся и сделают и выиграют все, да и люди с землей вздохнут свободнее. Как вы думаете, можно ли это на вашем сайте выложить? Ну, если у вас есть схема, можно укладывать, в принципе, кто-то хочет, но главное, чтобы не наломали дров люди и так далее. Если присылать и посмотрим, действительно, кто-то может займется и сделать положительное дело. Ну, здесь опять спрашивают о очистке от импринтов, от партнеров, но это сделано в конце встречи. Ну, здесь спрашивают оберегов сделать, но это называется оберегов, но пускай будет называться оберегов от паразитов. Но кто будет иметь обработку, чтобы защиту сделать, пожалуйста. Но это не совсем то, что называют обереги, хотя это, может быть, близкое отношение имеет к этому, но не совсем то. Следующий вопрос. Но здесь спрашивают мое отношение к биологически активным добавкам. Ну, тут нельзя говорить скопом, но большинство, думаю, действует точно так же, как геномоэффицированные продукты. То есть, нужно каждый отдельно рассматривать, скопом нельзя ничего говорить. Но, в принципе, вы знаете, наши предки не имели БАДов, да, но были очень здоровые. А сейчас все направо и впичкают себя чем только угодно, но почему-то здоровья не побавляет. О чем это говорит? Что, по моему мнению, прежде чем вмешиваться в организм человека, необходимо сначала хорошо понимать, что такое есть организм человека, как, что такое клетка, как она работает, тому подобное. А без этого делать это бесполезно. То, что происходит, тычутся, вы знаете, вот просто-напросто, вы не обращали внимания, допустим, когда в Америке я был, очень часто в новостях, прорыв, найдено, кардинальное решение такой-то проблемы, все решение проблемы, болезни такое-то решено, все, все кидаются, выпускают лекарства, проходят 2-3 года, появляются новые, по той же самой проблеме. А то, что перед этим была вроде бы революция в науке, они сразу забыли, потому что ничего не действует, опять что-то придумывают. И так же, каждые 2-3 года все новые-новые революции в науке, решение, фармакология имеется в виду, понимаете, да? И все решает, 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 и все эти революции проходят, а люди становятся больнее и больнее, здоровье не появляется. О чем это говорит? Это профанация в большинстве случаев. Поэтому химии, чем меньше химии человек употребляет в себе, тем лучше. Здоровый образ жизни, когда человек кушает здоровую пищу без химии и здоровую, чистую воду пьет. Вот это вот самый лучший вариант для любого человека. Следующий вопрос. Это кусочек от непонятно как так называемой положительной и отрицательной гемогнизоны. Непонятно, как эти зоны определить. Какие размеры этих зон и так далее. Но вопрос, опять-таки, думаю, тут двойной сет вопросов. Но если говорить о геномагнизационных, то в принципе они, как можно сказать, они реально существуют и многие из них человек может определить по своему состоянию чаще всего. Но методом, кажется, определения, вот как вот туда-сюда поверни, повращай туда, такого нет. Нужно человек, чтобы мог реализонировать и воспринимать эти зоны. Для этого нужно его уже подготовить. Без подготовки человек все равно это навряд ли найдет сам. И размеры есть постоянные, но большинство у них постоянные. Флотувирующих, движущихся очень мало в принципе. Поэтому, я даже не знаю, вопрос такой весьма необычный, потому что как их определить? Да очень просто, взять и определить, если говорить просто. Но вопрос, как этот человек определить, для этого нужно иметь понимание, качество и инструменты, или свой мозг, или другой инструмент, который позволяет это же сделать. Поэтому здесь, а на самом деле геомагнезоны действительно могут быть очень негативные. Если человек попадает под действие такой зоны, потоки восходящие, нисходящие, еще важно иметь, значит, какие потоки, какие первичные материи, ну, если будут мои терминологии, то некоторые угрожают положительно, некоторые очень отрицательно, может вызывать даже болезни, смируется, вплоть до рака. И особенно опасны именно те зоны, которые очень маленькие по размеру, небольшие опасные, а очень таким локальные. Почему? Если как лазерный пучок бьет поток мощный куда-то вверх, и человек попадает под действие такого выброса, то это получается нарушение функции клеток определенной группы, только не всего организма. Если весь организм смещается в одну и другую сторону, это более-менее безобидно, опасно, когда именно небольшая группа клеток попадает под мощное воздействие, когда другие клетки остаются вне онного. И тогда действительно возникает ситуация, когда человек может получить разрушение этих зон, и возникнет раковый опухоль и так далее. Поэтому, опять-таки, нужно определять, но словами там не расскажут, к сожалению. Ну, вопрос, от чего возникает метеорозависимость, как это защитится? Вопрос, наверное, каждому интересен, да? Но что такое метеорозависимость? Если двух словах объяснить, это очень просто. У нас внутри, мы имеем внутреннее давление и весь внешний, который давит на нас. Наверное, мало кто знает, что на каждый квадратный сантиметр нашей поверхности тела порядка 60 тонн вес давит атмосферы. Но мы привыкли даже не чувствуя этого. В чем причина? Когда внешнее давление меняется, если у человека все сбалансировано, то очень быстро внутреннее давление подстаривается под внешнее давление. И опять баланс получается. Когда возникают проблемы? Когда внешнее давление изменилось, а внутреннее давление в силу тех или иных причин еще не спело или увеличится, или уменьшится. И получается перепад давления извне и изнутри человеческого тела. Когда такой перепад возникает, человек чувствует себя очень нехорошо. Это называется метеорозависимость. Поэтому какой вопрос, как с этим бороться? Но бороться с этим сложно, потому что чаще всего метеорозависимость такая возникает у человека, когда у него нарушены функции вегетативная нейросистема. То есть организм инновационно реагирует на изменение внешней среды. Поэтому единственный вариант это сбалансировать баланс организма. Этот человек сам на вряд ли сможет, но по крайней мере если он будет просто настраиваться и концентрируется и добиваться баланса, то есть помогает саму организму уравнивать баланс, то это, думаю, будет полезно в любом случае. И еще человек, когда такая ситуация возникает, если он, допустим, ляжет в ванной, пройдет некоторое время в ванной, то это ему очень сильно поможет. Вода позволяет немножко сбалансировать внешнее и внутреннее давление, если можно говорить так. Вот так. Следующий вопрос. Передавайте, передавайте, конечно. Ну, здесь просят о так сказать ситуации, когда погибает человек и тогда помощь погибшему. Хорошо, я помогу. Это такой личный вопрос, поэтому... Ну, здесь спрашивают обливание холодной водой. Полезно это или нет? Я думаю, что очень полезно, только, опять-таки, это должно делать регулярно и постепенно, не сразу, закаливание организма. Вот как раз вот так вот наших предков, вы знаете, всегда были, почти у каждого были бани, да, раньше. И вот, допустим, когда в сырой погоде и так далее, человек возвращался, натапливал баню, раз, прогрелся и так далее и болезни в принципе не было. Это очень хорошо было. И что еще было хорошо, что в той же самой бане, допустим, зимой из бани прыгали в прорубь и обратно. Почему? Это хорошо. Это такой контрастный перепад температур стимулирует того, что организм работал хорошо. Почему? Именно вот тот проблемный, механизм регулирования внешнего внутреннего давления, о котором мы перед этим говорили, вот как раз он очень хорошо тренируется с помощью закаливания. Но опять-таки закаливание должно быть разумным и не сразу, а постепенно и не зимой начинаться, конечно. И человек должен быть здоровым, когда начинать закаливание. Если человек начинает больной закаливание, то он может себя просто угробить иммунную систему до конца и привести к проблеме. Поэтому, если закаливание это делать, то нужно на здорового здоровому человеку и постепенно. И очень хорошо тогда. Ну, здесь спрашивают, что ждет иудеев после сброса физического тела. Как и любого другого человека, они попадают туда, куда заслушивают. Все зависит от конкретного человека, не от иудеи или русского, а что этот человек делал. Если подонок, русский, еврей, попадает в нижний астрал, а если человек хороший, то он попадает куда положено. Это зависит не от национальности. Я, как-то рассказывал, что в одной школе у меня была студентка, она из паристинских евреев, Сабров. И вот, когда я разбирал религии, в комсе иудаизм, и она говорит, вот, почему вы так негативно относитесь к иудаизму? Я говорю, а вы, скажите, назовите хоть оно действие Моисея, приводящееся в Торе и так далее, в Ветхом Союзе, которое несло добро. Кроме зла и уничтожения, там ничего нет. Поэтому я не считаю это положительным действием, и так далее. И я ей сказал, хорошо, а вы кем себя считаете? Ну как, я иудейка. Я говорю, хорошо, вы пойдите домой, а у нее действительно численность была хорошая, я ей перестал уже мозги, говорю, пойдите домой, и потом просмотрите свои прошлые жизни. она пришла на следующий раз, на следующее занятие, вот такие глаза, а вы знаете, а я посмотрел, в одной жизни я была эскимосом, в одной жизни я была, в России жила, в третьей жизни я была, там, в Африке, а четвертой, вот сейчас, ну, она последняя, несколько, четыре, вот сейчас я нахожусь, типа, в теле иудеек. Я говорю, так скажите теперь, кто вы? Русский, еврейский, эскимос или негр? Это физическое тело, это одежда. Важно то, что сидит в этой одежде, душа, сущность, то, что мы на самом деле являемся. Просто то, что иудеев, помните, даже что сохранилось в Новом Завете, что я послан только погибшим домом Израилева. То есть, иудеев использовали в социальных праздничных как тупых, тупой организм, инструмент своих грязных дел и навязали им идею об исключительности. И они с этой идеей исключительности летают. Вот, поймали на этой исключительности их и использовали подушку. Конечно, они тоже делают много зла, но они первые жертвы, но они делают сами много зла тоже. То, что происходит в мире, очень много связано с их делами тоже. Поэтому, каждый человек будет расплачиваться за свои дела и после смерти попадать именно туда, куда он заслуживает. И никто там не будет стоять, знаете, типа проверять там. Это получается автоматически. Каждое действие человека, любого сидящего здесь в зале, немедленно отпечатает на нем самом. Вы сделали действие, оно уже вас впечатано. И вот, когда придет время каждому из нас покидать тело, каждый из нас окажет в том месте, которое он заработал своими делами, а уже там уже не важно, евреи, русские и так далее. Важно, кто ты и что ты делал. Так что, все зависит от деяния человека. Следующий вопрос. Ну, спрашивает вопрос. Есть такое мнение, что Владимир Ленин и Владимир Ясно-Солнышко крыльца одна и та же сущность. Что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, я не выяснял, поэтому пока еще ничего не могу сказать по этому поводу. Хотя навряд ли. Важно, есть право следующее. В сказе Ясно-Солнышко говорится о том, что на рассвете Дня Сурова Тарах доставил Ясно-Солна на Меградземле и подчеркивается, что Тарах и его сестра Тара являются защитниками Меградземли. Говорят ли о том, что на рассвете они проявляют себя на Меградземле и как проявляют себя образ Ясного Сокола? Ну, во-первых, я специально в книге расписываю, что это образы, показывающие то, что происходит, что вот тот же самый Ясный Сокол спал, пока его не разбудили. И потом именно на рассвете они летали, потом вернулись на Землю, в Меградземлю. Понимаете, нельзя всегда понимать дословно, потому что многие информации, которые передаются в сказах, они в силу того, что, понимаете, какая инквизиция существовала по этому поводу, они давали образ, которым не является проявлением, что вот именно он тарах или тары прилетят и тому подобное. Это просто образ понимания, что есть, как говорится, темное время, когда тяжело, когда спит, защитники земли русской спят, не пробуждаются, и что наступит время, когда они все-таки проснутся и русский народ воспрянет. И вот это говорится об этом. Вот сейчас это время идет, а тара или тара или тар, кто там прилетит, это не обязательно так. Многие вещи, понимаете, люди понимают именно иногда словно, а нужно стараться понять смысл того, что стоит за всеми словами. То, что важно то, чтобы понять, что в этом сказе показано очень много слоев информации. То, что кто прочитал книжку, уже понял, что там дается действительно информация, что мне удалось вроде доказать, и никто не сможет опровергнуть, что все планеты, на которые путешествовала Настенька в своем путешествии, являются реальными планетами, которые современные астрофизики и астрономы обнаружили и утверждают, что там существуют звезды солнечного типа, и у них есть планеты уже именно земного типа, жидкой водой и так далее, и размерами, и большинство из них размерами, и даже оборот вокруг своего светила почти такой же, как у земли. То есть я только могу сказать, что поиск, специально наш насквился, что в пределах 100 световых лет от Солнечной системы существует 50 двойников Солнца, 50, у которых существуют планеты земного типа. Немало? Только 100 световых лет, это ничтожное расстояние, в принципе, для космоса, 100 световых лет и 50 копий Солнечной системы. Так что, подумайте, говорится о том, что действительно сказ содержит достоверную информацию о том, что еще полторы-две тысячи лет назад наша планета была частью космического с содружества. И перемещение с планеты на планет было нормальным явлением даже для дочери-крестьянина. О чем это говорит? А что мы сейчас имеем? Сейчас долететь до Марса не можем, да? И считаем это высшим достижением техники. И при этом мы говорим, что высокоразвитая цивилизация. Вопрос, какая цивилизация высокоразвитая? Еще нужно разобраться. Следующим. Ну, здесь по поводу гибели Витязя, ну, летчика и опять Сенашурская ГЭС, что это удар по экономике. Ущерб. Ну, ущерб, понимаете, это есть только единственный ущерб. То, что, допустим, Дерибаска творит на своих владениях, вы, наверное, знаете, да? Слышали? Но то, что я слышу, это ужасно. То есть, он заставляет людей, работающих на предприятиях, ремонтировать за свой счет станки, которые давно износились. И говорят, вы хотите работать, ремонтируйте сами. Для чего это делается? Для того, чтобы полностью разрушить экономику страны. Почему? Невыгодно, чтобы Россия поднималась. Подумайте, кто за этим стоит. Вот поэтому нам с вами нужно действовать, пока не поздно. Вот и все. Из двух словах. Ну, здесь спрашивают, знакомы ли вы с методом методика Академика Броника? Если да, то ваше мнение. Если нет, то могу дать посмотреть сама методика развития энергетики человека. вот здесь вопрос. Я его методику не изучал, поэтому не буду говорить, что изучал, поэтому кое-что-то знаю, но опять-таки для того, чтобы сказать однозначно, я должен хорошенько изучить вопрос, чтобы не быть голословным, потому что я не люблю быть голословным. Но понимаете, что могу сказать? Если взять цветок, бутон, и силой его раскрыть, вы увидите содержание внутреннего содержания цветка, но вопрос, сколько такой цветок продержится. Понимаете, энергетика, это неправильно понять, потому что опять-таки навязывают с востока, так сказать, китайцы и так далее свои представления, которые весьма ограничены, искаженные наши предки, которые мы давали, очень искаженные представления, которые попали на восток, а потом они приходят к нам, как уже инстанция истинно в последней станции. Понимаете, не энергетику нужно развивать, энергетика придет сама с собой, нужно развивать себя, потому что если вы возьмете, пропустите, скажем так, через себя, ну, условно скажем, через вас идет 10 вольт тока, условно скажем так, для анализа энергетики, и вы пустили миллион вольт тока, и что вы думаете, это будет лучше? Для того, чтобы через вас прошел миллион вольт напряжения, вам нужно себя изменить так, чтобы миллионы вольт вас не разрушили. Так вот, не нужно прокачивать серые энергетики, которые тоже самые эквивалентные миллионы вольт, вам нужно изменить себя, чтобы эта энергетика сейчас происходила без всяких последствий для вас, и чтобы это польза была. Поэтому метод такой, не знаю, я бы сказал, что надо изучить, но думаю, что он больше вредит. Нужно сначала качественно менять, нужно менять качество, а не количество. Музыка возникла на земле, или наши предки привезли музыку, или создали здесь. Но вы знаете, я не знаю, не изучал этот вопрос, поэтому не могу дать отразличного ответа. Вполне возможно, что и привезли, и вполне возможно, что здесь тоже создавали, и создают тоже. Поэтому, если учесть, что наша планета была колонизирована порядка 600-800 тысяч лет назад, то те, кто пришли, наверное, уже имели высокоразвенную культуру, отголоски которой до сих пор у нас сохранились. И вполне возможно, этот отголосок музыка. А может быть, еще и мы уже внесли сами свои множества в это. Поэтому я не изучал, но может быть, и то, и другое. Хорошая музыка, она всегда воспринимается душой хорошо, поэтому неважно, где она возникла, главное, что она несла благо человеку. Вопрос, возможно ли восстановление нейронов околовного мозга разрушенного колгориума? Можно, если не все разрушены. Когда вы собираетесь внедрять в производство генератор источник жизни? Во-первых, он уже внедрен в производство, еще дальше будет внедряться, я уже говорил об этом. Уже существует предприятие, где функционирует он, он уже работает. И сейчас будут создаваться еще несколько предприятий мощных для производства именно чистых, здоровых продуктов питания, без химии, без гормонов, без ничего, экологически чистых и больших количеств, чтобы действительно простые люди могли покупать продукты, питание чистое и относительно дешевое, чтобы действительно не могли, не умирая из голода, короче говоря. И этот вопрос уже работает и происходит. Здесь спрашивают, рождаются дети с способностями, и очень часто к ним приходят, начинают комбассировать мозги. Да, это очень опасное дело, потому что очень часто, когда человек еще цыпленок зеленый не понимает, хотя цыпленок желтый, но все равно еще не понимающий ребенок или взрослый, появились качества, то действительно возникает ситуация, когда очень много появляется дружеских советчиков, которые приходят, начинают объяснять, что к чему. но чаще всего это именно паразитические сущности, хотя бывают ситуации, когда есть симбиотические сущности, но они ничего хорошего не делают, но и плохого нет. Что они делают? Они питаются частью потенциала человека, но защищают его от мелких других хищников, которые тысячи, допустим, разгоняют, но защищают его от этих мелких, но сами тоже берут часть. но это положительный момент, но такие обычно не вещают, мозги не компенсируют, а те, которые компенсируют, тех нужно просто-напросто от них защищаться, блокировать, иначе сколько случаев было, по крайней мере, сталкиваться, когда такие сущности, заводили людей в такие ситуации, они получали себе, некоторые с ума сходили, другие получали раковые опухоли, третьи просто превращались истощены, как скелеты высасывали полностью энергетикой, чаще всего это паразиты, потому что светлые сущности никогда не будут вещать и не давать знаний к этому плану, потому что знания уже подготовят человека, давать готовые знания запрещено по многим причинам, я уже об этом говорил. Следующий вопрос, поэтому защитить как, чтобы закончить вопрос, но здесь самое сложное, если у кого-то, кто писал, у кого-то конкретно кого-то из своих детей, пример, или знакомых, когда в конце будет, подумайте, попробуйте помочь поставить защиту. Можно ли закрыть открытый канал, какие могут быть последствия? Ну, во-первых, если этот канал открытый у вас есть, и он, так сказать, несет негативные последствия, то если закрыть, то у вас становится гармония. Но можно попробовать сделать, посмотрим. Вопрос в том, что если он открылся, значит, у вас есть задатки определенные, и нужно что-то с ними делать, а не просто так сидеть. Тут говорится, что типа светлые энергии придут, автоматически пройдет зло и тому подобное, и тому подобное, но как вы этому относитесь? Во-первых, поймите, это как в сказках с восходом солнца вся нечисть прячется и погибает, так? Зло, оно не боится света. И потоки, которые идут, светлые потоки, они, понимаете, понятие такое светлый поток не совсем правильно. Просто, если кто-то интересует, почитайте, что я, по крайней мере, понимаю, я не говорю о других, но что я, когда-то понимаю, но сварок уже прошла, там я расписываю более подробно эти вещи. Просто есть потоки, идущие извне, которые стимулируют у человека развитие хороших качеств, то есть помогают ему развиваться, идти выше, или те, которые влияют на развитие его отрицательных свойств, качеств, характера. Это светлые, темные потоки. В принципе, материя сама не может быть темной или светлой, а она может создать условия для развития тех или иных качеств у человека, но никогда, допустим, светлые потоки пошли, так сказать, в аэроводолея просто изменилось распределение идущих потоков на Землю, и все. Все те же потоки идут, только лишь пропорционально они по-другому распределены и все. Пропорционально отличаются. И сами по себе потоки ничего не прогонит, ничего не исчезнет, крокодил не исчезнет, если солнышко посветит и так далее. Только действием человека и ждать, что вот сейчас эроводолея началась и все само произойдет, это полный абсурд с моей точки зрения. Здесь я в двух словах. Только если люди будут действовать, тогда они победят зло. Здесь как бросить курить и как помочь. Ну, в конце я попробую делать программу, чтобы помогать. Надеюсь, поможет. что происходит? Ну, здесь вот человек как раз пишет, что как раз-то приходится уже бороться с астральным паразитом, который пытается подавить волю, заставить подчинить и так далее. Если не могут уничтожить, они пытаются не могут подчинить, то пытаются взять под контролем. Ну, в принципе, то, что вот я говорю, как раз подтверждается, что человек попадает, и если он действительно окажется недостаточно крепкий и не понимающий, то его размазывают, включают, превращают в марионетку. А если человек сопротивляется, пытаются уничтожить. Ну, в принципе, нужно действительно действовать, и вопрос в том, что нужно делать о том, как бороться и так далее. Ну, паразитическая система, она существует по той причине, что люди мало догадываются о ней, а если люди поймут и начинают поймите следующее, бороться нас, понимаете, нас поставлено уничтожение все равно, нравится нам или нет. А вот только нас зависит, случится или нет, понимаете. Если мы превратимся, как все учили, по христианству, да, ты смиренно принимай, что тебе предназначено, то есть, если так получается, нам предназначено, чтобы нас вырезали всех, уничтожили. По плану Киссингера в России должно остаться 25 миллионов человек всего для обслуживания трубы и девочек, понимаете, для обслуживания чего. Все. А основные нужно вырезать, уничтожить. Это план Киссингера, это план мирового правительства. Вопрос от нас зависит, случится или нет. Если мы будем все эти черта не делать, случится. А если будем действовать, то это еще посмотрим. Следующий вопрос. Ну, здесь по поводу биоритмов и у разных тел, сущность, издвигаются они после стресса. Ну, стресс вообще все сбивает. Стресс, что такое стресс? Это не только выброс адреналина и так далее. В организме человека это еще мощный, когда человек действительно мощный поток энергетики, который у него есть. И идет выброс огромного потока энергетики. Естественно, когда такое происходит, во-первых, человек теряет потенциал сильно свой. и во-вторых, действительно сбой происходит. А высчитывать это можно, опять-таки, нужно сначала вернуться к стационарному, социально стабильному, и тогда уже можно отсчитывать. Потому что, если опять стресс будет, все это будет флуктурировать и меняться, поэтому рассчитать очень сложно будет. Но, тем не менее, все это можно сбалансировать. Ну, здесь спрашивают, имел ли Тесла к событиям под камнем Тунгуски. Насколько я знаю, нет. То, что я знаю, по крайней мере. Его кольцо устройства никакого отношения к тому, что я знаю. Может быть, другие мнения. Я основываюсь на своих пониманиях и знаниях. спрашивают, каково взаимоотношение прошлого и будущего в формировании настоящего? Ну, в формировании настоящего будущее не участвует, так говорится, а прошлое, конечно, очень сильно участвует. Понимаете, почему вот пытались всегда уничтожить прошлое? Когда бы подумаешь, вот, мне вот понравилось, вот, и вам, прочитать, вот, действительно, как Карафа объясняет, что нужно уничтожить прошлое и дать им любовь, и они будут счастливы, получить любое прошлое, чтобы только было. Вот то, что с нами сделали. Уничтожить, действительно, великое прошлое наших народов, и русского, и других народов, и подсунули суррогат. И люди счастливы, что нам даже это есть. Но я понимаю, что если бы ничего не было, подсовывали, другое дело. Вопрос, почему важно? Потому что прошлое, это вот то, что традиции, которые народ имеет, они формируют личность человека, формируют его мировоззрение, формируют его позиции. И если это прошлое искажено, извращено определенным образом, то и приводит к тому, что люди формируются определенным образом. Я специально в вопрос о духовности, в статье, привел такой пример. в 17-м году, когда случилась революция, все знают, что христианская церковь была доминирующей в Российской империи, и все, большинство людей ходили и так далее, и так далее, церковь молились, были крещены и тому подобное. И уже тысячи лет была, так сказать, духовность развивалась в течение тысячи лет. И вопрос, вот люди воспитывались в христианской морали, многие поколения уже воспитывались, и что происходило после 17-го года, в гражданскую войну? Куда делась эта духовность, которую тысячу лет воспитывали? Когда брат, брат, резал сестру, брат, сестру, отец, мать, все друг друга убивали, предавали, обманывали. И это высокая духовность, такое поведение, поведение рабов, правильно. Вот рабы все такие, вот христианская духовность привела, что формировала мировоззрение рабов. А это рабу, когда говорят, тебе дозвольно резать всех направо, он будет резать. Вот скажите, вот сидящие здесь в зале, вот если вам скажут, вот режь, кого хочешь направо, мы тебе снимаем отрицин за это, кто бы это сделал бы? Ну вот я не говорю, что наказание будет, кто бы это сделал? Есть такие желания? Не бойтесь, не в том, что кто вас замельчет. Навряд ли, потому что нормальный человек не будет убивать другого, даже из-за куска хлеба. Нормальный человек поделится последним куском хлеба с своим товарищем, это нормальный человек, правильно? А если воспитывать человека как раба, вот задумайтесь, как хитро поменяли. Ведь большевики далеко не дураки, и так далее, кто за ними стояли. Значит, что давало христианство? Христианство обещало смиренным овечкам райскую жизнь после смерти, вот ты подожди, вот когда ты помрешь, если ты все правильно примешь, то тебя Бог предназначил, вот ты попадешь в рай и будешь в райских кущах вечную жизнь иметь. А большевики сказали, нет, голубчики, мы вам даем, обещаем, что вы будете жить в раю при жизни, не после смерти, а при жизни. Но для этого, для этого, вы должны уничтожить вот это, вот это, вот это, вот это. И рабы духовные стали тут же это делать, потому что они захотели, зачем мне ждать смерти, если могу жить в рае сейчас. Получили рай, хороший рай получили, да? Вот и все. Видите, как хитро. А если бы нормальный человек, если бы не рабской философии, мы сказали, вот мы тебе дадим рабскую, райскую жизнь создадим, но ты должен дело уничтожать. Нормальный человек никогда не согласится, потому что нормальный человек не будет себе строить счастье за счет смерти и гибели других. По трупам, по чужим, может пойти только подонок, мое понимание такое. Не знаю, правильно, но неправильно, но мое понимание такое. Так вот, только раб в душе может действовать так, который ради того, чтобы спасти свою шкуру и добиться чего-то, готов убить всех и вся, только сам остаться живых и почувствовать райскую жизнь. Вот хитро сработан, два этапа было. Сначала обещали райскую жизнь на том свете, а потом пришли большевисты и сказали, давайте мы отдадим райскую жизнь на земле. Помните, как в свое время Хрущев, кто знает, говорил, еще наше поколение будет жить при коммунизме, это он в 60-е годы говорил. Его уже давно нет, а мы уже с вами уже, а вы не заметили, все же давно при коммунизме живем, правильно? Дальше. Здесь спрашивается, в сказе только лишь поисклавное космическое путешествие Настенька, или там присутствует еще смысл духовного пути человеческой души Насте, проходящей различные посвящения для встреч с высшим Я, Ясным Соком. Ну, не знаю, я, например, такого не заметил, потому что, как вы понимаете, что как раз-то в сказе, наоборот, показано, что Настенька их посвящения не получает, не проходит. Как раз-то показано, что в этом сказе показано, что те, кого на земле называли богинями и богами, это люди, относящиеся к другим людям. Ну, представьте себе, кто может представить олигарха, современного, да, к которому приходит другой человек, а он ему дает возможность потом отдохнуть, накормить, и еще отправить на своем самолете в другой город. Можете представить такого олигарха? Чего? Нету? Как? Да неужели, да? А кто такой олигарх? Это, в принципе, бандит с большой дороги, большинство из них, правильно? Награбивший народные деньги, обманом подлости, за резким исключением. А тут, получается, что в сказе показывается другое, что светлые иерархии, и вот специально в сказе показал и в конце выделил, смотрите, Настенька появляется на других планетах, подходит, допустим, то ли богиня, и то, и то, и все, и ее принимает, дает накормить, отдохнуть, расспрашивает, и подарки дарит, помогает двигаться дальше, так? Это иерархии, которые высокого уровня развития, боги на земле называли, богини-боги. Они относятся к людям по-человечески, а не по-скотски. И смотрите, в конце она попадает на планету, где захватена темная сила. Помните, да? Где фенисиасный сокол спящий находится, тоже смысл хороший. И там она подходит к терему, где просто хозяйка, не богиня, а просто там зажиточная хозяйка, и она не то, что не предлагает отдохнуть, поспать, так сказать, отдохнуть, накормить, она берет ее на работу за хлеб и за одежку. То есть рабство, в принципе. Различие показано, правильно? А почему это показано? Показано, что вот светлые силы, вот светлые иерархии, иерархии, которые относятся к людям, как к людям, независимо, что она дочка христианина, в принципе, а тут вот хозяйка, она себя ничто не спрят, кроме как терем имеет, но она ведет себя как рабовладельца. То есть она не то, что нормальный человек всегда сначала примет, угостит и так далее, как гость, а потом поможет и так далее. А здесь нет. Хочешь жрать, вот работай, делай то-то, делай то-то, делай то-то. Понимаете, это показано, показано различие мировоззрения светлых сил и паразитических. Очень четко, очень красочно. Просто, так ненавязчиво, оно четко показано. Поэтому здесь не высшие, так сказать, посвящения, нас никаких посвящений не проходит. Просто показывается, во-первых, самое главное, что действительно показывается, что в этом сказе показано, что наши предки действительно относились и имели цивилизацию, даже после катастрофы 13 тысяч лет назад, цивилизация была во много раз выше, чем существующая сейчас. И даже простые жители, то есть, как дочь земледельца, спокойно относилась с понятием перемещения с одной планеты на другую и тому подобное, подходила к космическим кораблям и летала. И даже летала, видите, как, я помню, такой подход был в Сибири еще, когда студентом был, стройотряд, и мы попали, в Новый Рингой были, а нужно было добраться на дыме, а нужно было добраться в Новый Рингой. А наоборот, и мы подходили в вертолётную площадку, мы сказали, подбросили нас туда, и туда, и нас брали, подбрасывали. Никто даже денег не спрашивал. Были такие времена, да? А сейчас? Понимаете? То есть, отношение было человеческое у всех совершенно по-другому, чем сейчас. Вот нам навязывает сейчас паразитизм в самой своей мерзкой форме. И вопрос, будем ли мы этому подчиняться, будем ли принимать это, зависит от нас с вами. Следующий вопрос. Я думаю, что по поводу, что происходит в сущности после смерти, и когда, так сказать, человек умирает, его сущность, поймите, здесь человек, почему воплощение происходит? Потому что после смерти фейского тела сущность, да, она сохраняется, и память, и всё, и всё остальное, и сознание, но для того, чтобы действовать в сущности, необходим потенциал. То насыщение потопа, которое происходит естественным образом в сущности, недостаточно для никаких действий. И поэтому, для того, чтобы именно действовать, человек, сущность должна наработать новое физическое тело, и тогда может активно действовать, если правильно развиваться. Для того, чтобы освободиться от зависимости физического тела, сущность должна выйти на уровень развития, хотя бы закончивший земной цикл развития, наработав не менее семи тел и более. Вот когда сущность у человека наработана более семи тел у сущности, вот тогда уже одно из тел сущности может быть эквивалентно физическому телу, замена его, и уже не нужно воплощаться заново, если нет желания, то чтобы быть активным и действовать. А до этого момента, пока человек не наработал там, допустим, 10, 15, 30, 40 тел сущности, ему необходимо воплощение для того, чтобы наработать до этого. А если это нет, он просто в замороженном состоянии и активность почти нулевая. Общаться может, но не более того. Поэтому лучше как раз-то дальше двигаться в развитии. здесь спрашивают, какие советы можно давать людям, если люди хотят идти самостоятельно в развитии. понимаете, здесь вопрос такой весьма сложный. Почему? Советы давать просто, потому что сказать что-то это не значит, что от слова до дела очень много. Что можно если не посоветовать, что наверное, что человек никогда не должен делать другим то, что не хочет, чтобы сделали саму себе ему. Вот когда человек будет действовать из таких позиций, то в любом случае это будет помогать в развитии. Потому что очень многие люди начинают при движении действовать так. О, я считаю нужным это делать и делаю. У меня без родителей что будет для других. Вот это такой подход неправильный. Когда человек становится на позицию или допустим восточная философия индусская. Типа человек не имеет права ничего действует, потому что он не достиг уровня, имеющего право на действие. Вот поэтому пока мы не достигли этого уровня, мы не имеем права вмешиваться ни во что, ни в вся, никакие дела. Это тоже полный абсурд, потому что с моей точки зрения это население тому, что пока вы идете, человек тонет, а вы говорите, у меня нет книжечки, что я имею право спасать утопающих. Вот я сначала побегу, получу книжечку, в очередь, а потом приду и спасу. Понимаете, человек должен действовать в любой ситуации, и когда человек действует, действительно, может не все правильно сделать, но все равно действие должно быть, потому что только через действие может быть развитие, если прокачивать себе энергетику, это ничего не даст, качайте, не качайте, оно не изменит вас, потому что только через действие меняется качество, а вот как действует, здесь, конечно, в двух словах не скажем, потому что для этого нужно детально объяснить многие спектры новых качеств, которые не получились, как получилось с железными сапогами, что это мемонитный подсоск, присоск, в антикрыльцах действовать. Понимаете, нельзя проецировать наши обыденные представления на то, с чем мы сталкиваемся при действительно развитии, потому что развитие, когда человек в другие уровни выходит, совершенно другие законы, совершенно другие проблемы и так далее, их нужно решать по-другому тоже. Следующий вопрос. Ну, здесь согласны с мнением, что в семье должно быть не менее девяти детей. Ну, вы знаете, если бы сказать, в образе в виде шутки, что для того, чтобы поднять страну, было бы неплохо, а то пока наша страна вымирает, правильно? Но для того, чтобы, скажем так, такое происходило, необходимо, чтобы были соответствующие условия. Конечно, семья может родить и детей в любых условиях, но это будет мучение. Но, в принципе, вот то, что я пытаюсь сделать своими соратниками, вот чтобы добиться, по крайней мере, то, что мы будем делать, чтобы, допустим, планируют строить предприятие, и там жилье, чтобы действительно у людей было достойное жилье, чтобы люди получали, как говорится, жилье, допустим, ну, не менее 50 квадратных метров на человека было. Вот я считаю, вот такие приемлемые условия для жизни человека. Они селятся 10 человек в 9 квадратных метрах, правильно? Вот если, когда у человека будут созданы условия нормальные, когда человек будет иметь условия для жилья хорошие, когда зарплата будет достойная человека, я думаю, многие люди бы с удовольствием, с радостью умели бы больше детей, а еще можно сделать даже стимул, чтобы, если больше детей, то вообще жилье бесплатно давалось, тогда люди будут еще пользы от этого. Так что много можно сделать, если относиться к людям по-человечески. Многие вещи, думаю, было бы неплохо. Кто такие? Кто такие? во-первых, кто такие? Чумак, Шпировский, Задорнов, Ванга, Молдашев. Я делаю, как и вы, имеют доступ к информационной информации на невозможном для всех остальных уровне, наверное, да? Ну, во-первых, я не берусь говорить за других, а только говорю за себя. За других, пускай спрашивайте их и сами делайте оценку. Во-первых, я не имею доступ к информации, это опять-таки, очень искаженные, то, что я говорю, это результат моих пониманий того, что решение задач, которые мне сталкиваются. Мне никто ничего не передает, я не сижу в каких-то тайных библиотеках, я информационное поле подключаюсь, как в розеточку и скачиваю, ничего подобного. То, что я говорю, это результат того понимания, которое возникло из-за моего собственного опыта и моих действий, которые прошли за то время, которое изучает этот объект. Просто мой способ позволяет мне делать многие вещи, во много раз быстрее, чем делать другие. В течение нескольких секунд можно получить обработанную информацию, ну, не важно, какой обработанную информацию, нужно, все, что получается, сначала получить для того, чтобы создать, допустим, тот же самый генератор или создать какую-то программу. Я сначала должен скранировать все, к примеру, продумать, как этот вопрос решить, и я это решаю, создаю, а не генератор создаю, или не информационное поле. Поэтому за других я говорить не могу, я только могу говорить за себя, а за других вы сами должны решать, что к чему, кто они такие. Следующий вопрос. Вы согласны с Фоменко о изменении хронологии стены мира всего. Если так, то каждый выбирает вариант сил своего опыта. Ну, вы знаете, с вами согласны, каждый правит выбирать все, что ему угодно, это его личное право. просто когда, что мне действительно, я говорил, повторяю, мне, издоним, с Фоменко, что и на соцсетях, что они впервые дали реальные, так сказать, артефакты, реальные документы, а не мнение кого-то о них. Но вот в том-то и дело, что, понимаете, обнаружив хронический сдвиг, то есть, обнаружив, что вот действительно в истории, в современной истории просто сдвинуто и заполнено пробелы разными моментами, тем не менее, он, с моей точки зрения, делает неправильный дальнейший вывод. Если кто-то заполнил пробелы, не имея фантазии изменять какие-то аспекты, чтобы заполнить пробелы, то вопрос, что же он заменил? А заменили они этим самым фальсификатом истории, реальную историю, которая была у наших предков в частности. Так вот, зачем выдумать новую историю, а если нужно восстановить то, что было на самом деле, они пытаются домысливать, что и как это было, что они думали, когда фальсификаторы придумали это. Нужно не ориентироваться на фальсификаторов, нужно ориентироваться на настоящую реальную историю. И, надеюсь, в ближайшее время будет очень много доказательств, много того, что говорится уже в реальной истории, а не фальсифицированной. Так, еще вопросы. А вот, новые вопросы пришли. Ну, здесь спрашивают, что если человек находится постоянно или очень много в помещении с больными, тяжело больными людьми, то, типа, отягощает он свою карму. Не карму свою он отягощает, а просто, когда человек больной, особенно тяжело больной, во-первых, хочет он, не хочет, он в любом случае превращается в вампира. То есть, он откачивает жизненную силу от любого человека, находящегося в этом помещении. Поэтому, когда много людей, скопившихся больных в одном помещении, это превращается в принципе катастрофу. Они погибают гораздо быстрее, то есть, жили бы отдельно, находились отдельно. Потому что, если человек находится, допустим, на природе, вокруг леса и так далее, он может поддерживаться за счет энергии деревьев. Они часто поддерживают человека. Может, сами кто-то наблюдал, часто бывает человек плохо чувствует, делает себя в лес, пройдет по лесу, подышать лесу, это чувство гораздо лучше. Не только свежий воздух, а то, что попадая в единое поле леса, лес, если человеку не нравится, между прочим, он его очищает. Вот эту гадость смывает. А когда больные скоплены в больницах, и это уже не один день проходит, месяцами, годами в одном месте, там уже деформирована планетарная структура в этом месте, и больные загибаются там гораздо быстрее, чем если бы они не находились там. А здоровый человек, находясь рядом с ними, во-первых, подвергается тому, что у него откачка жизненной силы идет очень сильно, а второе, еще идет влияние от этих искаженных полей. Человеческий организм, он же как, мы жестко колоним миллиардов клеток, они согласованы между собой, и сохраняют свою независимость, индивидуальность. Но когда человек находится рядом с больным организмом, где это все сильно нарушено, этот другой организм тоже влияет на здорового человека, и нарушает функции. И очень часто люди, которые работают, допустим, больными раками, сами получают рак, и так далее, и так далее, именно с этими причинами. Но это не значит, что карма у них появляется, а того, что не понимая механизмов развития болезни на всех уровнях, медики взаимодействия с больными людьми, попадает под законы реальные, которых они даже не подозревают, и становится жертвами того же самого. И к тому же, всегда вы заметили, что люди, те врачи, которые душевно относятся к людям, заметили, да, они получают болезни и погибают гораздо быстрее, чем те врачи, которые безразличны к людям. Это тоже правда. Почему? Потому что, когда человек открывается своим сердцем и постарается реально помочь, то степень влияния других на него резко возрастает. А тому, когда лампочки, он, как говорится, ничего не почти не теряет. И поэтому на него это не сказывается. Поэтому, так сказать, здесь действительно влияние такое существует, но это не то, что карма, это просто связано с тем, что организм нарушает функцию здорового тоже. Здесь говорится, что у каждой цивилизации были свои вайтманы, в сказе показывали вайтмары. А почему наши не было? Ну, во-первых, во-первых, наша планета это колония от многих цивилизаций. Это первое. Второе, наша цивилизация имела свои вайтмары и вайтмары, и насколько я знаю, нет глухих районов Сибири, Дальнего Востока, и до сих пор еще стоят незадействованные корабли и на поверхности ржавеют, и под землей стоят корабли, готовые к употреблению, к действию, то когда придет время. Потому что, опять-таки, после того, как планета Земля вместе с Солнечной вошла в пределы, так сказать, темных сил, владений, наши предки, чтобы не вызвать столкновения черной и звездной войны, перестали посещать активно Землю на космическом, хотя тоже прощение идет, но тайно в основном. Так что, цивилизация Земли своих Вайтмара не создает, хотя, вот Гребенков, слышали такой, да, ботаник, он, не ботаник, биолог, он, как раз-таки, создал своеобразную Вайтману, космический корабль, который перемещался на нем, и вполне возможно, скоро будут на Земле свои такие же приборы. Но не при сегодняшней ситуации, естественно. Мы здесь спрашивали, что это обладает леводельфинной разумом и возможности общения. Действительно, разум обладает, в принципе, почти все формы жизни, только разного уровня. Даже растения имеют разум в определенных масштабах. Они могут чувствовать боль, бояться смерти и тому подобное. То есть, все такие вещи, которые присущи любому живому организму, имеющему разуму. Просто, так сказать, уровень восприятия и уровень взаимодействия разумных существ на разных уровнях совершенно различных. Что касается дельфинов, то действительно, они имеют весьма сильно развитый разум, но они общаются телепатистой. Поэтому, когда наши ученые в кавычках изучают ультразвук и считают, что это язык общения дельфинов, то я могу их, с моей точки зрения, разочаровать, потому что ультразвук это такая система для ориентирования в пространстве. Потому что у дельфинов весьма плохие глаза, зрение плохое, а из-за того, что они двигаются в воде довольно-таки быстро, чтобы, извините, не разбиться, в воде тоже можно разбиться, а в камень, скалу и так далее, они используют ультразвук для ориентирования как летучие мыши. Но, в любом случае, это никакой не язык. Да, они могут подать некоторый сигнал ультразвуком тоже, но в основном они общаются именно телепатически. И что интересно, кто изучал это явление, вы знаете, что дельфинов боятся акулы очень сильно, слышали об этом, да? А знаете почему? Хотя акула гораздо сильнее дельфина, потому что дельфина наносит телепатический, мощный удар по акулам. И обычно, если они, небольшая стая дельфина собирается, создаёт единое псиполе и наносит мощный удар по акуле так, что у неё мозги поджариваются. Они несутся от дельфинов, как угорелые. Так что они всеоружием владеют тоже, скажем так, на своём уровне, не только интеллектом. Вот здесь спрашивают насчёт выстроить защиту человеку. Гурджиев дал термин мурашкам потери, типа идут, и, так сказать, является ли примером, ну, насколько понял, вопрос, что если когда строжишь, идут мурашки потери, является ли критерием, что, ну, по-разному, у кого-то мурашки, у кого-то нет, но если у вас мурашки, вполне возможно, для вас достаточно проявления того, что достигает желаемого результата. Так что, вполне возможно. это индивидуально, так, насчёт, чисто индивидуально, насчёт действий в результате ссоры, может ли действовать? Конечно, действует. Есть вопросы по поводу здоровья, прошу помочь, кто-то может помочь, может помочь, но, опять-таки, здесь встреча с читателями, а они здесь собрались не для лечения, я не устраиваю массовое лечение, и так далее. Если может быть возможно, я помогу. Если сущные приходят разных уровней, существует ли кармическая связь между людьми? Но, кармическая связь что-то означает? Опять-таки, очень много существует терминов, бросаются термины, с которыми нужно правильно понимать, зависит от того, что вы понимаете под этим. Кармическая связь, это если вы участвуете, на самом деле, что-то кармическая связь, может быть. Если два человека привели больше, участвовали в действии, в результате которого прошло что-то, в результате чего они завязаны с друг другом. То есть, допустим, взяли два человека и убили третьего. Вот два человека, которые убили, они имеют свою кармическую связь между собой, если говорить по сути. И приходят с разных уровней. Но, вы знаете, если люди убили, допустим, другого человека, то они попадут в ряд, скорее всего, на тот же самый уровень. А, понимаете, существуют ли связь кармическая? Я бы не сказал кармическая связь. Бывают ситуации, конечно, но в каждом случае нужно отдельно разбираться, потому что очень много просто говорится слов, то есть, кармическая, карма и так далее. И очень мало действительно кто понимает, что за этим стоит. Сейчас просто, к сожалению, будет недостаточное время, чтобы это долго объяснять. Просто нужно действительно четко ставиться за понятием, какие понятия стоят, зачем. Следующий вопрос. Здесь спрашивают, можно каким-то образом повлиять на натовские сомнеты, распыляющие химические вещества над городами мира, в том числе и России? И занимаются ли спортом жители других планет? Вы знаете, не знаю, не изучал, но в любом случае ни таким спортом, как на земле. Посмотрите, во что превратили спорт? Профессиональные спортсмены это, в принципе, заложники того, что они уничтожают себя в 20-30 лет, а не полные коллеги. Это спорт называется? Человек должен поддержать спортивные отношения, когда человек поддерживает себя в хорошей физической форме. А спортсмены современного мира, к примеру, никакой... И спортсменная форма, в основном, вы знаете, не секрет, на специальных допингах, хотя это отрицают, но почти все так и делается. И если это не допинг, то человек изнашивает себя, и хорошо. Вот смотрите, все ликуют, ну, прыгнул человек на высоту на 2-3 сантиметра выше, чем предыдущий мировой рекорд. Ну и что это изменилось в мире? Кому-то легче стало, ну, извините, я, честно, ничего не понимаю, почему вот такой абсурд доводится? Пробежал 100 метров на пятую долю секунды быстрее, чем предыдущий рекордсмен. Извините, если пуля полетит или бомба бросится, на секунду больше вы пробежите или меньше, быстрее, медленнее, никому не будет разницы. Понимаете, я понимаю, еще в древнем мире там имело смысл, когда люди добивались каких-то рекордов, допустим, броска, копья, там, диска, ядра, там понятно, потому что это тренировалось, это готовились войны. Это было смысл, то есть человек готовился к сражению и он был больше лучшим воином. А что сейчас? Сделали паразиты и сделают это зрелище, которое выпускает пар, люди выпускают пар, вместо того, чтобы заниматься реальными вещами с моей точки зрения. А позыков вы можете назвать хоть какого-либо счастливого спортсмена? Ну, нет, после того, как они получили награды все и так далее, допустим, ставят чемпионом мира там, Европы и тому подобное. Стали. И что дальше? Разве не сделали счастливее себя? Нет. Кого-то другого сделали счастливее? С моей точки зрения, нет. Я знаю некоторых чемпионатов мира, неоднократных и так далее, которые не блистают счастьем, ни богатством, ни счастьем, ничем. То есть, вот они добились чего-то. А для кого? Для чего? А большинство из них превращается в 30 полнейших инвалидов. Это, я думаю, не спорт вообще, это издевательство, а просто, опять-таки, принцип социального права, хлеба и зрелищ. Вот то, что народу нужно всунуть, и чтобы он заткнулся. И вот люди идут на стереоны, орут как бешеные, выпускают весь свои эмоции и спокойно, довольны, возвращаются, что они, их команда победила. А то, что страна летит в пропасть, жута лампочки, правильно? Понимаете, что оно правильно? Это система уведения, выплеска, так сказать, они понимают, что пар накапливается, его нужно выпустить. И вот что, не упускали туда, его пускают куда удобно. Да еще на этом денежки зарабатывают. Вот и все. Это мое мнение. Хотя, нормальное занятие спортом для поддержания здоровья, это хорошо. А на других планетах не выяснял. Может быть, и есть, но не в таком виде лионос, как здесь. Ну, здесь по поводу последствий аборта, опять-таки, в конце встречи тех, кто захотят, я буду прочищать, восстанавливать то, что мы говорили. Ну, здесь о том, почему происходит потеря жизненной силы, это первый вопрос, наверное, по двух словах отвечу. Жизненная сила у человека теряется. Часть всего, когда у него нарушена индивидуальная защитная оболочка. Потому что, когда у человека защитное поле достаточно крепкое, то его потенциал, который он создает перевариваем пищу и так далее, накапливая, остается внутри. Но, когда у человека внешняя защитная оболочка разрушена по тем или иным причинам, то он происходит с открытой системой и в принципе эту жизненную силу его начинает просто потреблять всякому не лень. Не только паразит, но даже окружающие люди даже часто не подозревают этого. Не говоря о том, что есть настоящие вампиры, которые подходят и специально высасывают человека. Есть такие. И при этом чувствуют себя очень хорошо. Им плевать, при том, что они выкачали энергетику. Иногда это будут жертвы, иногда это бывает преднамеренные. В своей книге я описывал один случай, когда мне пришлось помогать, когда еще студентом был, сотрудница нашей кафедры после визита одной знакомой своей университетской по университету, просто разбита в дребезги была. И она заметила, что когда она появляется, у нее такое, приходит домой, она просто доползает до койки и больше ничего, спать и все. Она спросила меня, что бы я думал по этому, но я, когда она позвонила мне на кафедру, спустился, и якобы случайно, как староста, курс зашел на факультет, на кафедру, с кафедры, деканат, и так далее. Я взял, скажем так, обрезал откачку и блокировал. Все стало в порядке с той женщиной, на факультете работала. А потом она мне поставила, та, которая приходила, которая ее попросила встречи со мной. Я встретился с ней, и она попала одному гуру, которая подключила на систему, и сказала, что вот хочешь жить, выбирай, кого может откачивать жизненную силу, иначе ты сама загнешься. Я не хочу ничего делать, но если не буду это делать, то я сама загнусь, а я не хочу умирать. Но пришлось помочь ей. Так что бывают по разным причинам, но это вполне реальные вещи. И это не сказки. Каждый человек, вот скажите, кто, проехав метро, чувствует себя лучше, чем не метро. Не только сейчас, когда душно, а даже раньше, когда вентиляция была. В метро все равно человек, выходя из метро или электрички, чувствует себя уставшим. Согласны все? Вроде казалось, что вы делаете? Сидите, человек сидит, читает газетку, книжку там, спит, а выходит метро или электричка, электрички и чувствует себя уставшим. Нужно полчаса, час, чтобы отойти. А потому, что когда большое скопление людей, хотим и не хотим, происходит это вот потеря энергетики. Кто-то теряет больше, кто-то теряет меньше, но все равно кто-то забирает больше, кто-то отдает больше. И вот обычно все теряют очень много на своей защите, что организм автоматически пытается защититься от влияния других и тратит на это огромный потенциал. Вот это характерный пример, что мы теряем жизненные силы даже в скоплениях больших людей, не говоря о том, что, а если среди этих людей есть специальный вампир, который знает и понимает, высасывает так, что люди могут терять сознание от того, что происходит. Так что это не сказки, это реальные вещи. Так. Ну, здесь спрашивают, какая информация скрыта в сказках «Репка», «Колобок» и в других. Может быть, скрыта, но я не занимался ими, чтобы разбирать. Но в любом случае в многих сказках действительно скрыта очень много информации, просто ее нужно правильно понимать слова. По крайней мере, мне даже присылали, кто прочитал сказ, и пишут, даже молодые люди, пишут, что вот прочитав, они поняли, что они не понимают слова, которые читаются. Они не понимают, что просто слова читают, а что за ними стоит, нет понимания. Понимаете, вот это самое жуткое, что мы просто, как автоматы, можем произносить слова, не понимая, что за ними стоит. А вот когда начинаешь действительно останавливаться, задумываться, оказывается, что люди не понимают смысла слов, которые произносят. Просто как бы фразы, шаблоны идут и все. Вот это самое страшное. Потому что нам с вами нужно освобождаться от шаблонов и возвращаться к смысловому пониманию. Правда, не только мы с вами, но мата в этом. Потому что старались очень основательно враги для того, чтобы живой язык превратить в мертвый. Изменяя фразы, изменяя слова, буквы меняя, даже одну букву меняя и так далее. Менялось очень многое. Так вот, нам пора возвращать к тому, чтобы смысл слова был тот живой, чтобы мы понимали. Действительно, я специально расшифровал одно слово, расстояние. Стоять от Ра. То есть расстояние от Солнца, если перестать на современный язык. И когда мы понимаем, что слово расстояние означает одну астрономическую единицу, если это отношение к Земле, то это становится, неужели, оказывается, наши предки понимали, что планеты стоят от Солнца на разных расстояниях, на разных дистанциях, если использовать другое слово. И это было необычным. А мы слово расстояние используем просто два метра, тоже расстояние. Это не расстояние. Я даже не знаю, как вообще слово подобрать, которое можно было заменить слово расстояние. Сложно. Посмотрите, чего нас сделали убогими. В принципе, действительно, если понятия наших предков были понятия, а не мысли категориями астрономическими. То есть расстояние между планетами, расстояние между звездами. Это были нормальные понятия. И во что нас превратили? Что мыслим расстоянием до своего носа, от носа до своего пальца. Вот все такие понятия у нас. Представляете, какое было и что сделали. Так мы должны дальше позволять, чтобы нами такое утворяли. Мы должны, мне кажется, не позволять, а нам бороться с этим. Следующий вопрос. Дело в том, что как появилась темная материя, первичная темная материя. Опять-таки, материи не существует темных, черных и так далее. А темная материя, если говорить вообще, 90%, что сейчас называется, Понимаете, как вам объяснить? Для того, чтобы дать правильное понимание, необходимо уже начинать действительно считать цикл лекций постепенно, давая представление о структуре Вселенной и т.д. и т.п. Без которого, просто так сказать, это будут просто пустые слова, которые ничего не дадут. Потому что нужно действительно очень много дать дополнительной информации, объема колоссального, чтобы действительно сдать полное, цельное представление о том, что такое темная материя. А темную материю они просто назвали не потому, что она темная, а потому, что они, я не могу объяснить. Хотя вот, понимаете, вот опять темная, можно вкладывать в разный смысл. Темная – это просто темный цвет, темная – это темные силы, черный дьявол и так далее. Разный смысл. Поэтому, но если говорить о том, что темная даркмета или темная материя, которая 90% Вселенной присутствующей, в этом плане сейчас смотрит, то для того, чтобы действительно объяснить, откуда она взялась, действительно нужно довольно-таки долго объяснять и читать лекции уже не просто встречи, как мы, видите, хаотически отвечаем на вопросы, которые поступают в зала. Но, думаю, все равно это какая-то польза есть от этого. А суть в том, что Вселенная совершенно другая, как сейчас представляется. Вот совсем недавно была публикация, что, используя, опять-таки, вынесенные за атмосферу Земле телескопы, было обнаружено, что в одной зоне Вселенной нашей, то, что мы видим, звезды, есть прогиб, ее назвали «белая дыра». Есть черная дыра, которая прогиб в одну сторону, а эта черная прогиб в одну сторону, диаметром миллиард цветовых лет, большой размер. А потом поступила следующая информация, что через эту белую дыру видна другая Вселенная. Вопрос. Если Вселенная только одна, какая-то другая Вселенная видна там, понимаете? Но самое забавное, что вот эти вот результаты прошлого года из открытия, если кто читал, допустим, «Неданную Вселенную», даже последнее обращение человечества, там, помните, суперстанция первого порядка, где делают как бочоночек, там делают диски, идут вверх и вниз, и вот зоны, нейтральные зоны, где пересекаются вот так и так, центрально-вартикально, они тоже действуют по своему качеству. Вот вместо стыка их есть вот переход. Вот мы можем перейти из одной к другой Вселенной, перемещаясь вот так, не против качества, например, а напрямую. То есть вот одну из таких зон наши ученые земные обнаружили, нейтральную зону перехода. Из нашей Вселенной, тождественной Вселенной, только другой Вселенной, уже другого качества, того же качества, но другого структуры. Вот, понимаете? То есть, видите, это двух словах сказал, но уже у всех вопросов, что я говорю, о чем я говорю, уже есть в голове сразу же. Понимаете? Поэтому для того, чтобы объяснить действительно структуру Вселенной, какие Вселенные все, какие материи, откуда берутся. К тому же темная материя, которая сейчас говорится, вот темная материя, сейчас вам скажу, вас еще больше испугает. Потому что это только говорится о тех первичных материях, как я условно называю, которые создают нашу Вселенную, которые с другими зрителями могут сореваться, образовать новое качество. А я для этого ввел коэффициент квантования мерности процесса. То есть, на какую величину изменяется качество свойства процесса, когда возникает условие для слияния другой материи. Вот сливаются однотипные материи, но если коэффициент немножко другой, то уже другая материя сливается, потому что совсем другие Вселенные. А вы знаете, сколько таких коэффициентов, миллиарды таких коэффициентов, а вы знаете, сколько материй, миллиарды разных способств и качеств, которые мы даже представления не имеем. Так это, в принципе, то, что темная материя, это, в принципе, от материи Вселенной составляет миллиардную долю процентов, если на самом деле говорить. Но если говорить о нашей Вселенной, о том, что как образована наша Вселенная и наша пространство, да, вот это 90%, потому что это касается только типа пространства нашего типа, не более того. Видите, запутал еще больше, да? Нет? Странно. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают ваше мнение о значении дольменов. Вы знаете, я, честное слово, особо не изучал дольмены. Поэтому, так сказать, для того, чтобы сказать более подробно, нужно более подробно изучить. Ну, в принципе, не думаю, чтобы особо, так сказать, суперзначение было. Я не думаю особо такого. Хотя это нужно изучать. И, может, в разных случаях по-разному. Так, скажите ваше мнение о нахождении в центре столицы Руси окрутного сооружения мавзолея с телом паразита. Можно ли его расположить в Москве, блокировать помощь, и так далее, и так далее. Ну, паразит, это я согласен. И в центре Москвы. Ну, во-первых, если правильно говорить, Москва никогда не была центром Руси. Раньше. Это только недавно стало. А если говорить то, что было центром Руси, порядка 100 тысяч лет, это Омск современный. А блокировать можно, наверное, можно, но главное не в блокировке, а главное, чтобы люди... Понимаете, можно блокировать все. Отрицательно. Но если люди не будут меняться, если люди позволять будут паразитам и обирать... то ничего не изменится. Нужно, чтобы мы с вами менялись. Паразиты не изменятся, а мы с вами можем измениться. Вот если мы с вами изменимся, то паразитам делать нечего будет. Это мое мнение, по крайней мере, по этому поводу. Вопрос. Действительно, Солнечную систему входит в систему Плеяд. Ну, я не знаю, что подразумевается под систему Плеяд. Если созвездие Плеяд, я не изучал этот вопрос, поэтому это не было интереса к этому. Могу потом рассмотреть, ответит потом. Так, скажите, а был ли на самом деле приказ Николая II о раскращении Руси? Ну, знаете, я ничего не знаю об этом приказе, поэтому ответить не могу ничего тоже. А здесь вопрос. Кто-то читатель прочитал, прочитал главу Катары, ну, Светлана, откровение, моей жены. Почему Катары не боролись? Подождите следующую главу. Там будет объяснено, и вы увидите, насколько подло и мягко действуют иногда паразиты. Там очень интересно будет. Так что придется подождать, я не буду за нее говорить. Поговорю, что свиной вирус приводит к массовой вакцинации населения планеты. Именно эта вакцина и должна всех уничтожить. Ваше мнение? Ну, во-первых, то, что свиной грипп создан в лабораториях США, это уже, наверное, всем понятно, да? А то, что навязывает вакцинацию специально, именно я согласен, что задача этих вакцинаций – уничтожать население страны, в частности, России. Но, как вы заметили, что в России почти нет больных, за счет тех, кто заболел за пределами ее. И приехали сюда, знаете, да? Все, сто человек с лишним. Но, опять-таки, к сведению, мало кто знает, что от обычного гриппа каждый год умирает 1 миллион человек. От обычного гриппа. И об этом никто ничего не кричит. А птичьего гриппа, помните, который кричали сколько? Сколько там? Несколько сотен человек погибло за несколько лет. Но кричали об этом очень долго. Но в данном случае причина под видом свиного гриппа, защиты, действительно, я думаю, планируется ввести вакцинацию, особенно для России, потому что испугались, что Россия сейчас начинает подниматься. И вот с помощью таких инъекций, это действительно заложено генетическое оружие, на самом деле является. Да? Сейчас в интернете активно обсуждают, что самолеты НАТО будут распылять, и уже практически распыляют аэрозоны, чтобы провоцировать побочные гриппы, чтобы более активно вакцинацию проводить. Я слышал, но получилось что-то у них? Пока нет. Пускай себе дорогу распыляют. Как функционирует магнитная решетка Земли, когда она меняется, и как это влияет на цвет? Как организовано? Ну, в принципе, вы знаете, я детали вопроса не набирал, решетки. Во-первых, существует общее поле Земли, а магнитные узлы, я, например, не слышал, что существуют особые магнитные узлы, поэтому на счет магнитной решетки я не в курсе, я не изучал. Может, она и есть, но всегда, насколько я был физиком, изучал, что существует просто общее магнитное поле Земли, которое не имеет никаких узлов, а создается общее, потому что каждое, так сказать, намагниченное, то есть что такое магнит? Это, в принципе, когда пространственно все атомы сориентированы в одном направлении, на магничность получается, поэтому узлов, если предположить, то, скорее всего, узлы могут быть в местах выхода и входа потоков мощных, но, опять-таки, нужно изучать, я этого просто не изучал, поэтому двух словах сказать не могу, лучше надо изучить подробнее. Так, что еще? Еще есть записки, просто листочки много, но, кстати. Так, у нас полчаса осталось, да? Вопрос, может ли повлиять на рост зубов, постоянных зубов? Выполнили молочные зубы? Опасы нет или нет? Ну, опять-таки, если происходит задержка роста коренных зубов, таких постоянных, значит, присутствует инфекция в челюсти, нужно сначала очистить инфекцию, выгнать из костей, выгнать инфекцию, и тогда зубы будут расти нормально. Поэтому это процесс, и, в принципе, оно, это лечение должно быть, а просто повлиять, само по себе ничего не будет расти, так сказать, если они не растут, сначала нужно убрать причину, почему они не растут, тогда они будут расти. А вторые? Вторые? Второй сет. Но лучше не терять первые зубы, потому что чаще всего зубы теряются от того, что, опять-таки, инфекции сидят в кости, и, в принципе, когда инфекция в кости, и зубы, которые растут в кости, они попадают под влияние, и гной скапливается, и разрушает уже сами зубы. Поэтому, если вычистить инфекцию из челюстей, то тогда зубы будут здоровы, и не будут выпадать, и не нужно никаких вторых. Сделать можно многое, но, вы знаете, можно пойти без зубов, выбирать, спасти жизнь, или вырасти зубы, я выберу спасение жизни. Так, следующий вопрос. Ну, здесь спрашивается забавный такой вопрос. Во время лечения вашими сеансами происходит выход токсинов, разрушение патологических связей. А как исцеляется психика? Что происходит с мыслями, с грехами, угрызением совести? Как это исцеляется? Вопрос, какого механизма... Ну, вы знаете, угрызение совести исцелить нельзя. Почему? Что такое угрызение совести? Когда человек чувствует, что он сделал что-то не так. Правильно? Если нормальный человек, у него всегда будет совесть присутствовать. И поэтому, исцелить от этого нельзя. Можно помочь человеку только что понять, в чем причина его угрызения совести. И человек должен что-то сделать, чтобы компенсировать то. Бывает ситуация, можно изменить ситуацию, бывает ситуация невозможная. Но в любом случае, если человек, допустим, сделал то, что уже нельзя исправить, то угрызение совести можно снять тем, чтобы помочь другим не допустить того же самого или помочь другим в такой ситуации, которая была, чтобы сделать положительно, компенсирующий отрицательно. То есть, человек сделал ошибку, никто никогда не застрахован от ошибок, естественно. Но если мы эти ошибки учитываем и на них учимся, и не допускаем, тогда это положительно, несмотря на то, что они даже будут отрицательны. Ну, я не говорю критических ошибок, понимаете, да? Поэтому угрызение совести, если человек живой и нормальный человек, оно совершенно нормальное явление. И избавиться можно только добрыми делами, скажем так, когда человек сделает что-то взамен того, чтобы равновесить то, что зло, которое было присоединено волей или неволей. На Луне находится база светлых сил, чем они занимаются, нас сожгла это не стоит их, ведь если они будут неудованы. Ну, во-первых, база светлых сил еще может и существовать, я не изучал этот вопрос детально, но, скорее всего, будет существовать, а, скорее всего, будет правильно, черные покинули эту базу на Луне. Потому что многие причины, в том числе и Земля уже вышла из пространств, так сказать, темных сил, так сказать, паразитов, и плюс другие причины, то есть на Луне уже нет черных сил паразитических, и действительно есть план в США сбрасывать, сбросить на Луну атомные бомбы и ядерные заряды тоже. Для чего? Чтобы, скорее всего, они не хотят, чтобы Луна была использована с такими же целями, чтобы уже очищать паразитов в землю, как использовать раньше паразитов, чтобы ее захватить. Ну, думаю, у них тоже ничего не получится с этим, надеюсь. Так. Так, следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают насчет активации церквей, проникновения в школы и тому подобное. Понимаете, да, это происходит, видите, навязали уже, что и в церкви, хотя, согласно Конституции, свобода вероисповедения и свобода совести есть, так? То есть, никому не могут навязывать ничего, но церковь нарушает этот закон в Конституции. В принципе, нужно рассматривать с этой точки зрения, потому что нельзя против воли человека, особенно детям, которые не в состоянии еще сами разобраться, навязывать им против доброй воли какие-то представления. Я в этом убежден. А что противодействует этому? Пропаганда. Пропаганда, пропаганда, то есть, разоблачение тоже церкви. Вы знаете, как, достаточно посмотреть, как живут церковники, что они едят и на чем они ездят, для того, чтобы понять, что они с собой несут. И поэтому им действительно для того, чтобы жить лучше и жирнее, им нужна новая паста. Вот они идут в школу. Понимаете, я получил одно письмо, давно уже, когда один парень написал, что он, говорится, его бабушка готовила Пасху на Пасху весной, говорится, и всю ночь стоялась и Пасху с Батюшкой преподнесла Пасху, а ему было любопытно, что-то там произошло, и он перелез в забор и увидел, как Батюшка скрамливал и Бабушкину Пасху, и всех остальных своим свиньям. Свинья кормил. И после этого у него полностью отбилось отход ходить в церковь, верить в то, что происходит. Понимаете? Вот хороший пример. Потому что служение, говорится, они не Богу служат, они золотому телецу служат. Хотя это тоже Бог, помните же, Ихвэ же. Это же золотой телец. Поэтому пропаганда, я думаю, единственная. Планируется ли проведение отдельных циклов лекций? Ну, пока еще нет, но в дальнейшем, наверное, будет все-таки проводиться цикл лекций. Но пока, так сказать, с моей точки зрения, сейчас именно важна работа, пускай, пускай она, так сказать, немножко хаотично выглядит, то есть, вот вопросы не связаны в одной цели, не связаны в другую сияму и так далее. Но, понимаете, сейчас самое главное пробудить как можно больше людей. Именно вопрос, который я разбираю, это люди, которые хотят проснуться. Вот если ответы на вопрос позволят проснуться этим людям, то они помогут проснуться другим и так далее, и так далее. Прежде чем проводить какие-то тематические лекции, сначала нужно разбудить всех, правильно? Если взять и читать лекции спящим, то толку таких лекций будет бесполезно. Эффективность не наливает. Поэтому те, кто проснулся, понимают, немножко обидно, что мы-то уже проснулись, но нужно забывать, что кроме того, что вы проснулись, существуют те, которые еще спят и которым хотят проснуться тоже, и нужно помочь. Поэтому на данном этапе в основном, конечно, идет такая работа. Это встреча с читателем, что мы с вами сегодня производим, и потом встреча с участниками движения, где уже делается реальная работа, ставится прямая задача для того, чтобы действительно пробуждение. А лекции тематические по каким-то целям, это нужно, понимаете, это одной лекцией не обойдешься, двумя лекциями не обойдешься, тремя тоже не обойдешься. Это нужно действительно цикл лекций считать в течение нескольких лет подробно, чтобы действительно было четко и ясно понимать, ступенька, другими словами, школа. Пока я это не провожу, потому что пока нужно сначала другие дела сделать, а потом, конечно, будет это. Следующий вопрос. Нельзя ли переехать на последнее место жительства туда, где существует ваше производство, как устроится на ваше предприятие, где это происходит? Но производство это будет строиться только большое, пока существует маленькое производство, где все это уже обкатано. Оно существует в Москве, а если все хорошо будет происходить, то в ближайшем время уже поступит финансирование для того, чтобы развернуть строительство большого, серьезного производства. Это будет в Подмосковье, и там, конечно, желающие по многим специальностям будут нужны, и когда придет время, это будут сообщения и на сайте, и на движении сайта, и на моем сайте, и желающие принять в этом участие, пожалуйста, все будут приветствоваться. Так, следующий вопрос. У нас осталось 20 минут до... Так, вопрос такой. На последней встрече вы говорили о совести, что нормальный человек мучается. Но я не говорю, что мучается, я говорю, что если он сделал неправильно, у него совесть работает разный вес. Многие кривили душой, имея искажение представлений, одобреяли о выживании. Пожалуйста, а нельзя ли как-то отменить эти мучения? Это же не приказ подписать, отменяю. Понимаете, дело в том, что я говорю, каждый нормальный человек, если он сделал что-то не так, действительно, он будет стараться мучиться. Не потому, что он должен мучиться. Чтобы не мучиться, не нужно делать то, что не надо. Если вы не сделаете ничего плохого, вы мучиться не будете. Поэтому это не необходимое состояние души мучения. Это как раз в христианстве считает, что он мучиться должен постоянно. Дело в том, что, понимаете, то, что написано дальше, более правильно отражает, что человек для того, чтобы выжить, там, условия обеспечения, кривил душой. Дело в том, что неправильно. Но опять-таки, если вы кривили душой и понимали это, значит, вы действовали и нарушали собственную совесть, шли против своей собственной совести. Отменить это невозможно. То есть, понимаете, то, что сделано, уже сделано. Что можно сделать, чтобы это ушло? Просто взять приказ, написать, это не поработает, не будет работать. Что можно сделать? Если человек понимал и понимает, что он сделал что-то не то, пошел против своей совести и так далее, и это сейчас осознал, то я думаю, человек должен сделать что-то значимое, компенсацию этого. И как раз это больше, желательно больше, вот когда человек сделает что-то хорошее взамен, то это, в принципе, может быть, не изменит прошлое, но, по крайней мере, уравновесит тот вред, который он нанесен, уже его совесть будет, по крайней мере, сбалансирована хотя бы как-то. Поэтому, единственный вариант, как говорится, отменить, это человеку, в первую очередь, не делать, ни при каких условиях, мне кажется, нельзя идти против своей совести, неважно, вопрос жизни стоит, собственной смерти, и так далее, это не оправдание, что вот я вот, типа, ради спасения себя, своих детей, поступил так-то и так-то. Я могу понять, почему этот человек это сделал, но лично я оправдать это не могу, честное слово. Потому что жертвовать другими ради спасения себя, это легче всего. А вот пожертвовали бы человек своими собственными детьми ради спасения других, вот многие бы сделали такое, нет. Другими жертвуют ради спасения своих, элементарно. Понимаете? Ну, пример, образ такой вот. Понимаете, если человек чувствует угрознение совести, значит, он понимает, что он сделал что-то, противоречащее его сути. Во-первых, значит, это человек еще живой и не потерянный, с моей точки зрения. Потому что человек отморозок, он это никогда не будет чувствовать. Ему до лампочки будет. Поэтому то, что человек чувствует угрознение совести, это, я считаю, уже положительный момент, потому что человек живой еще не потерянный. А чтобы отменить, действительно, можно только делать добрые дела взамен. Это, конечно, не лучший вариант, но все-таки лучше, чем вообще ничего. А я не могу отменить. Даже если хотел бы. Здесь спрашивают, что паразиты людей цираном облучали и так далее. Ну, во-первых, на Земле такого облучения цираном особо не происходило. Это было, но не совсем так. Потому что черный, как видите, я специально разбирал в это. Смотрите, социальные паразиты, они уничтожали многие планеты, но в течение почти 600 тысяч лет они пытались взять, подчинить себе Землю, так? Именно подчинить. Не уничтожить, а подчинить. Им нужно, именно было не просто завладеть любой ценой планеты, и она не завладевалась. Вот помните, как они, в Славе Нарийский Веда пишется, что вот брали, и если когда цивилизация защищалась, то они сбрасывали атомные заряды и уничтожали планеты. Несколько раз отбивалась Земля, вернее, Землю отбивали от их нападения, и ни разу не сбрасывали ядерные заряды на Землю. Почему? Потому что им было выгодно захватить живущих людей на Земле и превратить своих марионеток, использовать их потенциал для своих грязных целей. Потому что на Земле действительно происходят некоторые события и качества, которые есть у людей, если при правильном развитии, могут действительно дать колоссальный скачок в развитии цивилизации в целом. Не только земной, а вообще цивилизации разума. Потому что на Земле действительно есть возможность уйти за пределы чисто технократического развития цивилизации, когда техника, какая бы она ни совершенна, совершенная, она ничего не сможет сделать. Но смотрите, что техника может сделать, если, допустим, Солнце или звезда, неважно, будет взрываться? Что она сможет сделать? Что технику пошлёте, она остановит солнечный взрыв, звезды взрыва, супернования, гибель цивилизации. То есть техника, она всегда ограничена, а вот возможности развития разума, если он правильно развивается, не ограничены. И то, что техники никогда не под силу, разуму это под силу. Поэтому стоит, поэтому они так долго боролись и боролись. Помните, даже, когда Боктарк уничтожил Лелию тогда, помните? Вместе оплотами Кащеев. Смотрите, значит, в течение 500 тысяч лет защищались, специально боевые корабли стояли, не пускали никого, чтобы приблизались к земле. Потом все-таки просочились, создали оплоты, то есть тайные базы на Луне-Лели, а ведь было гораздо проще бросить бомбы, правильно же, чем создавать оплоты, то есть подземелья, бункеры на этой Луне. Это они делали. Почему? Им важно было не уничтожить Землю, а захватить, что они делали очень полномерно и целенаправленно. Поэтому люди, живущие на Земле, действительно владеют определенными уникальными возможностями, но пока мало это развивает. Вот в чем проблема. И пока будет существовать паразитическая система, никакого нормального развития их качества невозможно. Плюс там будут построены генераторы, блокирующие влияние черных и тому подобное и так далее. И ограниченные возможности. Действительно, потому что это было необходимо, потому что Атлантида, вожди Атлантиды, натворили бета, вы уже знаете, к чему привело 13 тысяч лет назад. Поэтому была поставлена блокировка, что только тот, кто вышел по уровню развития, за пределы земного цикла, за пределами Земли, возможности открываются полностью. А на пределах Земли они ограничены, потому что, чтобы сначала это, это значит, к ребенку дать президентский кейс с красной копочкой и сказать, что не нажимай кнопочку красную. И большинство нажмет. Так и здесь. Для того, чтобы возможности были, человек мог владеть возможностями, он должен сначала духовно, нравственно вырасти такого уровня, соответствовать им возможностям. Вот тогда он будет им владеть. Поэтому наши предки сделали весьма разумно. Они блокировали развитие до определенного уровня возможностей проявления. Вот человек к развитию вышел за пределы, тогда эти возможности открываются, он может действовать. Иначе бы тут много что-то натворилось бы. Следующий вопрос. Еще записки задавайте. Будем ли мы строить пирамиды гигантских сооружений в будущем? А зачем? Вы знаете, для чего строились пирамиды раньше? После того, как 13 тысяч лет назад катастрофа произошла и возникло смещение оси, ось была неустойчива. И вот пирамиды были построены в определенных точках, чтобы стабилизировать ось Земли, чтобы она не флутуировала так и на флутуировала. Поэтому и строились их. А другой цели особо нет. Что? Пирамида голода. В смысле? Ну я не знаю об этой. Голодать что-то получается? Не знаю об этой пирамиде. Может и есть, но чего не знаю, то не знаю. Так, следующий вопрос. Имеет ли сущность пол? Конечно, имеет. Есть женские сущности, мужские сущности. И в этом-то беда, когда попадают не в те тела. Желательно, если сущность попадает куда положено, тогда проблем не возникает. А различия сущности в зависимости от направления потоков движения. У мужской и женской сущности они движутся в разных направлениях. И приводят к проявлению разных свойств и качеств. Только и всего. Но это дает колоссальный спектр различий и качеств. И в принципе, в этом многое положительного. тоже. Планируется встреча с автором откровения. Было очень интересно. Ну, надеюсь, когда-то будет тоже встреча, потому что она пока находится во Франции. До какой степени техника будет проникать в будущее сообщества людей? Понимаете, с моей точки зрения, при правильном развитии техника должна быть вторичной, дополнять человека, а не доминировать. Сейчас мы полностью зависим от техники. Правильно? Вот представьте себе, сейчас выключится свет, электричество прекратится подача воды, перестанет работать канонизация. И что? И крышка. Всем, да? Завоз продуктов и так далее. То есть цивилизация наша получается весьма абстрактная, иллюзионная. А в чем, допустим, просто если сейчас есть разработки, я знаю, по крайней мере, которые получают электричество, маленький прибор, который можно получать, ну, в стакане воды можно получать электричество, которое установит квартиру, примерно. Представляете? Примерно такого. Представляете, что это даст свободу, независимость какую? По крайней мере, со светом вы уже будете, правильно? Чебайса не будет. Потому что, если каждый в доме будет иметь, и такой приборчик, это один из приборов, существует разное, несколько типов. И, скорее всего, в ближайшее время эти приборы будут доводиться до промышленного производства, и масса производится в России. Надеюсь, это произойдет. И когда каждый человек может купить, и он не нужен, не нужен будет им платить каждый месяц счета за электричество, за газ и тому подобное. Представляете, как будет свобода. Человек купил прибор, желательно два, на запас, да? Душа сломается. И все. И тебе никто не нужен. Ты, по крайней мере, свободен. Ты не раб. Это тоже рабство своеобразное. Согласитесь? Что мы должны платить за электричество каждый месяц. А почему кто-то владеет электростанцией, которую строил даже не он, а весь советский народ в свое время? Правильно? На основании чего? И так далее. Дальше. Я спрашиваю по поводу сущности человека и воплощения в животных. Ну, вы знаете, мне, например, не приходилось встречаться с такими явлениями. Вполне может, существует. В принципе, в любом случае, человеческая сущность, даже с тяжелой кармой, она может попасть в нижний астрал, но это очень редкий случай, когда она попадет в тело животного. Я, например, пока он не встречал ни разу еще пока еще. Я не думаю, что я все встречал, все знаю, но мне пока не попадались. Поэтому разговор о том, что мы когда-то были травинкой, там, пылинкой, это может относиться к тогда, когда наши предки еще были пылинками травинки и эволюция не довела до развития человека. А сущность человеческая входит в торжество генетики человеческой. Потому что может быть в некоторой ситуации, когда сущность может человеческая подселяться к другому человеку или, допустим, ситуация, когда, ну, я, допустим, не знаю, не встречал, я могу предположить, что, возможно, когда, допустим, человек самоубийца, потому что, когда человек убивает себя сам, возникают определенные блокировки и сущность не может удалиться, она получается между небом и землей, ни туда, ни сюда. И тогда, действительно, может подсесть к животному, но не к животному, а подсесть. И когда животное будет умирать, выйти вместе с животным, сущностью животного уже за пределы, то есть независимо между небом и землей. В остальных случаях я, например, не встречал ни разу. Может быть, и есть, не знаю. Здесь спрашивают, последнее обращение к человечеству говорится о двух предшествующих обращениях к человечеству, когда, до потопа, 13 тысяч лет, и после. А в каком месте была локальная цивилизация, целью которой была город Амуха-Раждептеп, в момент первого обращения, и город Кацкаваль в момент второго. Но Кацкаваль это Центральная Америка, это Инков цивилизация, как раз Мексика. Мехико недалеко, не Мехико, там есть, немножко от Мехико недалеко относятся, раньше был. А Мухараджептеп, это, скорее всего, Индия. Хотя, опять-таки, вы должны понять, что я не имею отношения к третьему обращению к человечеству, которое я поставил перед своей книгой. Я просто поставил это третье обращение к человечеству для одной только цели, показать, что те представления, которые существуют у людей на Земле, мало соответствуют реальности. Чтобы это не от меня исходило только, что вот я говорю, это так далее. Я взял третье обращение к человечеству, которое было передано реликами Организации Объединенных Наций в то время. И я просто использовал это для того, чтобы показать, что наши представления о знаниях совершенно искажены и мало соответствуют реальности. Чтобы потом начинать излагать то, что мне удалось раскопать, чтобы показать, в чем действительно должно быть как и что. Поэтому, то, что вот могу сказать по этому. Типа вопрос, конечно, любопытный. Это уже похоже, мы говорили. Мавзолей Ленина это сатаническое языческое капище. Но у него есть и предназначение как утренний сбор энергии от людей и направление его на разрушение. Через мавзолей кремлевский лидер влияли на так далее. Просто единственное, что могу сказать следующее. Вы правы насчет... понимаете, что вы подзываете под язычеством. Если вы под язычеством понимаете христианство и иудаизм, я с вами согласен. Потому что ведийское мировоззрение, которое было у предков уже сотни тысяч лет назад, никогда не называлось язычеством. Кражданше предки называли язычниками носителей греческой иудаизма. Потому что они появились только очень недавно. поэтому то, что это действительно это не будет правильно сказать опять-таки слово сатанистка. Сатана это называется святая вода, если вы знаете, да? Не в курсе, да? В курсе. Поэтому, понимаете, как все накручено и все извращено. Но то, что это социальный паразит создавали, в этом никакого сомнения и что собирали энергетику, это совершенно верно. Только несколько другая причина того, которое делалось в пирамидах в мае. но тоже там похожие вещи, но понимаете, пирамида это инструмент, это линза. Да, 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 извините. Это ваше мнение. Я говорю свое мнение. Пирамида это в любом случае собирает потенциал, это линза, управляющая потоком. Можно моделировать все, что угодно. Это, назовем, взять нож, с ним можно сделать и убить человека, и приготовить обед. Все зависит, кто какие цели ставится, кто это делает. Но в любом случае пирамиды и любые схемы такие существуют для сбора потенциала с масс. А извините, а чем отличаются церкви? Все церкви делают то же самое. Они предназначены для того, чтобы люди, которые ходят в церкви, собирают, не собирают потенциал для своих целей. Поэтому это в любом случае, кто использует чужой потенциал, это в любом случае поразит в любом варианте. Но опять-таки, что такое первичная материя, почему она есть, чтобы понимать, это такое Рамха. Рамха это не имя даже, а это уровень эволюционного развития, который достигает живое существо. И уровень, имеющего имя, такого названия, именно титул. Так же, как Чингисхан, это не имя, а титул. И Чингисханов было несколько. Правда, один известен наиболее, потому что ему закрепили имя Чингисхан. То есть, это опять-таки долгий разговор, потому что многие вещи, нужно давать не кусочно, а цельно, и так далее. Потому что иначе возникает каша, которую пользы не имеет. Ну, в принципе, к сожалению, в основном, я постарался ответить большинство вопросов, которые были из зала, потому что присущие здесь, в первую очередь, заслужили то, что отвечали на их вопросы. Так что, это мне удалось. Больше нет вопросов зала? Нет? Хорошо. Значит, это мне удалось как раз вовремя, потому что остались еще вопросы, которые были присоединены заранее, но я их тоже отвечал, но все-таки предпочитал отвечать на большинство вопросов из зала. Тоже постараюсь проанализировать и в следующих выступлениях напишать на них тоже. Поэтому у нас, к сожалению, время произошло к концу. Сейчас, перед тем, как с вами распрощаться, значит, в ходе обсуждения появилось, поступило нескольких разных типов просьб, друг друга исключающиеся. Допустим, одни просили, ну это в большинстве женщинам касается, освободить их от последствий абортов по возможности, я это сделаю сейчас. Другое освободить от отпечатков, я тоже постараюсь это сделать. Так что те, кто из женщин, кто хотят освободиться от последствий абортов, просто сейчас просто настройтесь, мужчинам не настраиваться. Иначе может произойти катастрофа. Шутки шутками, а в каждой шутке издолья шутки. Вот, поэтому женщины, которые задавали вопрос и желающие к ним присоединиться, пожалуйста, просто настройтесь, сейчас я поработаю с вами, потом поработаю те, кто желает освободиться от отпечатков, а потом уже со всеми сторонами, кто хотят освободиться от открещения, блокировок и так далее, и так далее, уже со всеми, там уже и мужчины, и женщины одинаково можно использовать, работать. Хорошо, значит, те, кто не хотят освободиться после свободы, пожалуйста, подумайте об этом. Сейчас поработаем. женщины, но вот, теперь те, кто от отпечатков, тоже женщины только, женщины, женщины, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо